здравствуйте пытливые умы понявшие что наша жизнь игра а мир вокруг театр абсурда с куклами кукловодами и дирижерами за кулисья все те кто подписан на канал колыбель души и все те случайные зрители кто сюда заглянул возможно по рекомендации три с лишним года моего пути к этому моменту пролетели как один миг бесконечности и невзирая на то что сей фильм посвящен дмитрию зодчим сегодня из него ты мой зритель узнаешь аль юси кэроли о хорхе луисе борхесе от зиги вертове и братьях кауфман а всех них потрясающих каждый в своем роде неординарных личностей а кабале и масонстве с их повернутом на цифрах символизме и о многом другом чего возможно ты не знал до сего просмотра я все не мог понять как эти гигантские пласты различной и в то же время тесно связаны между собой информации собранные изучены за все это время уместить в один фильм но кто бы сомневался что игра стоит свеч данный фильм для удобства восприятия разбит на части с временными метками в виде активных ссылок в описании поэтому можно спокойно прервать просмотр досмотрев текущую часть до конца и продолжить после пусть хоть через несколько дней если подписчики и постоянные зрители канала колыбель души вдруг подумают что все это они уже видели в отдельных выпусках на канале то спешу удивить вас что каждая часть этого фильма отредактирована и дополнена новой информации поэтому каждый внимательный зритель обнаружит во всех частях этого фильма нечто новое для себя когда я пишу эти строки то еще даже не предполагаю сколько по продолжительности выйдет этот разбор полетов в виде окончательной завершающей главы полагая вряд ли найдется хотя бы один зритель этого канала который бы не видел фильм замысел дмитрия зодчего казалось бы но сколько можно тут уже чего-то распаковывать ведь за три года фильм на атомы разобрали да на кадры порезали но нет же не уймется распаковщик мол то только присказка была а сказка будет впереди и так предлагаю перед погружением отложить повседневные заботы в сторону заварить чай или кофе запастись пряниками или плюшками и как говорится в путь дорогу дорогу дальнюю мы прерываем культурные посиделки на ежевечернее обращение светлейшего резидента устроить удобнее не думайте и представьте что-нибудь хорошее а за то что не оправдаю чьих либо надежд после просмотра этого кино либо не оправдал их еще задолго до этого просмотра извиняться не намерен а проделал я эту работу при помощи огромного количества неравнодушных к всему творческому и познавательному процессу людей и показываю ее потому что испытываю острую необходимость передать это все здравомыслящим с критическим мышлением и при этом мое жизненное кредо от которого я не отступаю звучит так передаю человечеству так как считаю нужным то что однажды узнал сам я построю для него великолепнейший дворец хорошо и ты номернабис будешь его зодчим хорошо я буду зодчим то есть как это как это я все строить буду 17 18 19 20 21 у меня есть друзья они со связями работают в правительстве крупные шишки и крупные воришки граждане товарищи к нам что вернулась эра фараонов опять гнуть спины под ударами кнута к тому же у него полно талантов такой гениальный богатый у него золотые таланты талант это египетская монета а вот у нас самые талантливые всегда самые бедные ради кого-то ради цезаря а он собирается в рим и там строит дворец каждый за себя и гиппопотамы будут сыты вас эксплуатируют сосут вашу кровь тянут жилы и дальше терпеть нельзя вот так Эй, перерыв кончился За работу, все за... Что я такого сделал? Во-первых, мы работаем 18 часов в день Это 36 часов за два дня Мы требуем сокращения до 35 До 35? Да вы что, чечевицы объелись? Это не все Я перебила, извини Те, кто затевают русофобию Русофобию затевают Вот это вот, вот это Затевают все вот это Это я этим людям это и адресовую Доиграйтесь Все, кто это затевают Затевают вот это все Этим людям и адресовую Доиграйтесь Автор этой сказки Льюис Кэролл Известный математик Логик, логик, лингвист Он сочинил ее В середине прошлого века Во время прогулок По окрестностям Оксфорда На берегу реки Темзы Сочинил потому Что его об этом просили Маленькие девочки Его добрые друзья Странную сказку написал Льюис Кэролл Все в ней как в сказке И вместе с тем На другие сказки Совершенно не похоже Льюис Кэролл Настоящее имя которого Чарльз Людвидж Доджсон Английский математик Логик Диакон Изобретатель И немного писатель Родился 27 января 1832 года В доме приходского священника Чарльза Доджсона В небольшой деревушке Дарсбери В графстве Чешир Отец Льюиса Кэролла С абсолютно идентичным именем Чарльз Доджсон Сделал карьеру священника Он преуспел в математике И классических языках Окончил университет с отличием Стал преподавателем математики В Оксфордском университете А также стипендиатом Своего колледжа И был рукоположен в Сан-Диакона Для более высокой должности Ему пришлось бы стать безбрачным Однако в 1827 году Он женился на своей кузине Фрэнсис Джейн Людвидж Которая стала матерью Льюиса Кэролла В число детских увлечений писателя Входили прогулки по окрестностям Со спусками в заброшенные шахты Видимо, так и зародилась идея С падением Алисы в кроличью нору Льюис Кэролл Оставил нам тщательно организованный Архив писем И подробные тома дневников А полстолетия спустя Племянницы-наследницы Вырезали оттуда ножничками Все неподобающее Заставить читателей На долгие века Вперед Подозревать что-то скандальное В уничтоженных страницах В 13 дневниках Доджсона Отсутствует по крайней мере 4 полных тома И около 7 страниц текста Пропажа томов остается необъяснимой Страницы были удалены неизвестной рукой Простите, не поверю Этого быть не может Рукописи Не горят Большинство ученых предполагают Что материалы дневника Были удалены членами семьи В интересах сохранения фамилии Но это не было доказано За исключением одной страницы В его дневниках отсутствует Материал за период С 1853 по 1863 год Тогда, когда Доджсону было 21-31 год В этот период Чарльзом Была написана обширная любовная поэзия Этот факт привел к предположению Что стихи были удалены Поскольку они являлись явно автобиографическими Но даже если там и нет никакой крамолы Доджсон закономерно распадается На двух трудносоединимых людей Один Мрачный, нелюдимый Заикающийся Заикание было семейным недугом Доджсонов Глухой на одно ухо После перенесенного в юношестве коклюша Хмурый математик Одним словом Диакон Как бы знать в чем смысл Страданием А мы его Почему выдержим весом Но есть же и другая сторона Доджсона Льюис Кэррол Увлеченный друг детей И не только детей Любитель театра Весельчак Устроитель безумных чаепитий И детских аттракционов Человек, с которым многие мечтали бы познакомиться А лучше подружиться Несмотря на все его викторианские странности С самого детства Льюис присматривал за маленькими детьми И это неудивительно Ведь уже в 7 лет Под его присмотром Были 5 сестер И 3 брата А к 9 годам У него появились еще 2 сестренки Развлекал он такую большую компанию Смастерив первый в своей жизни Театр марионеток В котором играл собственные пьески Там деревянные солдатики Коварные короли И капризные принцессы Говорили его голосом на разные лады Когда Доджсону понадобился псевдоним Для публикации юмористических стишков Он взял 2 своих имени Чарльз Людвидж Второе, как было принято в те времена Фамилия матери Перевел на латынь Получилось Каролюс Людовикус Поменял имена местами И затем перевел Людовикус Каролюс Обратно на английский язык Знакомый метод, не правда ли? Так родился Льюис Кэррол Не другой человек А обратная сторона Все того же Доджсона Напоминание, что и у других У всего есть своя обратная сторона Своё внутреннее зазеркалье Достоверно известно, что он был силен в математике Что в 1855 году После окончания Оксфордского колледжа Крайтс Черч Колледж Церкви Христа Остался там профессором И много лет читал лекции Которые студенты воспринимали Как скучный бубнеж Что страстно при этом увлекался шахматами Значит говоришь любитель шахмат Что большая часть его скудного заработка Уходила на фотографические опыты Что его помешательство на театре Не могло заслужить одобрение англиканской церкви Кэрол проявлял интерес к разным областям науки Он был одним из первых членов Общества психических исследований Принимающих за реальность способность чтения мыслей Профессия преподавателя математики В Крайтс Черч давала Кэролу достойную финансовую безопасность Удивительно, что математические работы Доджсона Не оставили сколько-нибудь заметного следа в истории математики Поскольку его достижения в области математической логики Опережали свое время Кстати, Оксфордский колледж Крайтс Черч В котором учился, а потом и преподавал Льюис Кэрол Сыграл в фильме Гарри Поттер Роль знаменитого Хогвартса Школы чародейства и волшебства Шахматы также занимали значительное место В жизни Чарльза, Людвиджа, Доджсона Он активно интересовался важными событиями шахмата жизни в Великобритании Сам играл в шахматы, учил играть в шахматы детей Сюжет сказки «Алиса в Зазеркалье», которая является продолжением «Алисы в стране чудес» Построен на шахматной партии, которую придумал сам писатель И вот, в 1856 году в колледже появляется новый декан Генри Лиддл И они начинают дружить Кэрол становится частным гостем в доме Генри Отца пятерых детей И имеет великое счастье играть с ними В 1864 году он отправился с тремя его дочерьми на лодочную прогулку И не успели они отойти от берега Как девочки наперебой стали требовать сказку Кэрол оглянулся вокруг в поисках темы для истории И, внимая требованиям юных дам Сочинил историю, которая впоследствии разрастется в целую книгу «Алиса в стране чудес» Главная героиня той истории – 4-летняя Алиса Лиддл, которая впоследствии предстояло стать его драгоценной музой Папа Алисы – специалист по семантике и толкованию смыслов, как современных британских, так и более древних слов Владеет несколькими языками, является составителем греческого словаря И входит в сообщество любителей мрамора Папа Алисы – филолог-классик и лексикограф Знаток античной мифологии и литературы То есть он может протянуть образы и смыслы из самой древности и связать их с реалиями и образами викторианской эпохи По факту он консультант по образам и смыслам Ну а Льюис – специалист по дешифрованию старых смыслов и образов в новые современные загадки Он гениально работает с цифрами и шифрами, талантливо составляет ребусы Он конструирует из нужных слов и найденных образов яркие сцены и фразы И вот начинает вырисовываться проект «Алиса в кроличьей норе» Льюис Кэрол находил в образе Алисы удивительную и сводящую с ума чистоту Кэролу эта маленькая девочка нравилась до такой степени, что он просил ее руки у родителей Но разумеется не в возрасте 11 лет, а через 6-8 лет по мере взросления К 13 годам она уже перестает быть тем невинным созданием, которое нравилось Кэролу Еще же через 5 лет, когда ей стукнет 18, Кэрол сделает уже последний снимок своей музы Тогда она, уже молодая женщина, пришла к нему в сопровождении своего будущего мужа И заявила, что каждый раз после фотосессии она желала содрать себе кожу Запятнанную следами его вожделеющих глаз После этого Кэрол уже не смог долго оставаться на одном месте и отправился в путешествие Даже побывал в России После поездки он начал писать вторую часть «Алисы в стране чудес» и продолжил свои лекции и семинары Алиса, в сказку детских дней храни до седины В том тайнике, где ты хранишь младенческие сны Как странник бережет цветок далекой стороны Дитя с безоблачным челом и удивленным взглядом Пусть изменилось все кругом, и мы с тобой не рядом Пусть годы разлучили нас, прими в подарок мой рассказ Тебя я вижу лишь во сне, не слышен смех твой милый Ты выросла и обо мне, наверное, забыла С меня довольна, что сейчас ты выслушаешь мой рассказ Он начат много лет назад июльским утром ранним Скользила наша лодка Влад с моим повествованием И помню этот синий путь, хоть годы говорят, забудь Мой милый друг, промчатся дни, раздастся голос грозный И он велит тебе, усни, и спорить будет поздно Мы так похожи на ребят, что спать ложиться не хотят Вокруг мороз, слепящий снег, и пусто, как в пустыне У нас же радость, детский смех, горит огонь в камине Спасает сказка от невзгод, пускай тебя она спасет Хоть легкая витает грусть в моей волшебной сказке Хоть лето кончилось, но пусть его не блекнут краски Дыханию зла и в этот раз не опечалить мой рассказ Когда сказку Кэролла решили поставить на сцене И попросили его описать Алису Он в ответ написал статью «Алиса на сцене» В которой для описания своей героини использовал Не признаки внешности, а признаки детскости Доверчивая, готовая принять все самое невероятное С той убежденностью, которая знакома лишь мечтателям Любознательная, любознательная до крайности С тем вкусом к жизни, который доступен только счастливому детству Когда все новое и хорошо, а грех и печаль Всего лишь слова, пустые слова, которые ничего не значат Причем в этой статье Кэрол назвал себя ее приемным отцом У Кэрола же почти нет описаний внешности его героев и героинь И даже про Алису мы знаем совсем мало Автор совсем не описывает девочку Лишь мельком упоминает, что волосы у нее совсем не вились Свои героинь Кэрол больше описывает не внешне А при помощи их моральных характеристик Среди которых доброта – самое главное При чтении бросается в глаза, что Алиса всем стремится угодить И очень боится кого-либо обидеть Льюис Кэрол всю жизнь был бездетным холостяком Возможно, Кэрол не был женат по определенным веским причинам Знакомые женщины просто не выдерживали некоторых привычек дотошного математика Например, отправляясь в путешествие, Кэрол предварительно досконально изучал маршрут по карте Рассчитывал точное время каждого этапа пути, а также необходимое количество денег Вычисленные суммы раскладывались по разным карманам Деньги на билет, еду, напитки, чаевые Точность и определенность – ничего на волю случая Приглашая гостей, Кэрол рисовал схему рассадки А после детально записывал, что съел каждый из гостей Скажете, скупость? Экономия? Вовсе нет Внимательный к мелочам, хозяин заботился, чтобы в следующий раз Гостям не подали то же самое блюдо При заваривании чая, чайные листья должны были настаиваться совершенно определенное время Не секундой больше или меньше И таких привычек у Кэрола было множество Одним словом – холостой математик Что же это ты, братец, так распустился? К концу жизни, устав от славы сказочника, а не серьезного ученого А может быть и по каким-то другим причинам Он даже заявлял, что не имеет отношения к этим книгам Он умер от пневмонии в 1898 году в Гилфорде Куда он отправился на рождественские каникулы к своим сестрам Таким же одиноким, как и он сам Он был человеком, чьим хлебом были цифры, чьим богом была логика А в сердечных глубинах у него жила страсть, которую большинство назовут извращением Хотя все это осталось недоказанным, недосказанным и недописанным 4 июля Льюис Кэрол впервые рассказал трем сестрам Лидл историю о приключениях маленькой девочки Именно этот день позднее он назовет датой рождения замысла книги Кстати, имена трех сестер Лидл, возможно, имеют отношение к Лолите Это Лорина, Алиса и Эдита Почему разговор о Льюисе Кэроле так важен? Даже опустим то, что он, как и Гумберт, пользовался псевдонимом, был писателем и преподавателем Льюис Кэрол, он же Чарльз Доджсон, однажды написал Я люблю детей, только не мальчиков Цитата из биографии Кэрола Девочки, в отличие от мальчиков, казались ему удивительно красивыми без одежды Порой он рисовал или фотографировал их обнаженными или полуобнаженными Конечно, с разрешения матерей С девочками он не только просто общался С возрастом он начал приглашать их к себе погостить А это, на минуточку, пуританская викторианская Англия Вот что можно увидеть в его письме Цитата Только накопив действительно немало лет, рискнул я пригласить в гости 10-летнюю девочку Которую отпустили без малейших возражений На следующий год у меня неделю пробыла 12-летняя гостья А еще через год я позвал девочку 14 лет В этот раз ожидая отказа под тем предлогом, что она уже слишком взрослая К моему удивлению и радости, ее матушка согласилась После этого я дерзко пригласил ее сестру, которой уже исполнилось 18 И она приехала Потом у меня побывала еще одна 18-летняя приятельница И теперь я совсем не обращаю внимания на возраст Мммм, анализ художественного текста Книги Кэрролла создавались о любви к реально существовавшей девочке Алисе Лидл И все события и действующие лица в них настоящие, взятые из жизни Что легко можно найти в дневниках Кэрролла и трудах исследователей его творчества Мартин Гарднер, американский математик-любитель, писатель, популяризатор науки Один из основателей комитета по научному расследованию В заявлении о паранормальных явлениях Указывает на запись в дневнике Кэрролла о лодочной прогулке Которая состоялась 17 июня 1862 года Где Робин Гусь, его друг, достопочтенный Робинсон Даквард Член совета Тринити колледжа в Оксфорде Австралийский попугачик Лори, это Ларина, старшая сестра Алисы Орленок Эд, это младшая сестра Эдит А птица Додо, Дронт и Белый Рыцарь, это сам Кэрол Мыш, это гувернантка сестер Лидл, мисс Прикет В этот день и была впервые рассказана Алиса в Стране Чудес Давай я спою тебе песенку, когда я пою ее, все рыдают В свое время, королева Виктория заинтересовалась книгой Алиса в Стране Чудес И попросила придворных доставить ей и другие произведения этого автора Так сообщают официальные источники Пожелание властительницы было выполнено И в ее распоряжении оказалось несколько стопок книг Но все они были посвящены математике Книга Алиса в Стране Чудес Кэролла Вошла в список 12 самых английских предметов и явлений Составленный Министерством Культуры, Спорта и СМИ Великобритании В англоязычных странах знаменитая книга про Алису Кэролла Занимает одно из первых мест по частоте цитат и ссылок Уступая лишь Библии и Шекспиру Этого странного, по факту асоциального математика-затейника Дитолюба Могли спокойно использовать слепую члены Ордена Даже если он сам не был в их рядах Он для них был невероятной находкой Поэтому талантливому студенту-выпускнику Сделали шикарное предложение остаться в стенах колледжа сразу профессором Там у него были все возможности заниматься любимой математикой и логикой Он наклепал за свою жизнь более 200 томов интереснейших по отзывам Занимательных головоломок и математических задач на логику Он разработал какие-то системы кодов и шифров В общем он из тех людей, которым руководство колледжа и их королевские высочества Могли спокойно поставить такую задачу, как создать увлекательную книгу Как бы детскую, но философскую Как бы современную, понятную читателям того времени Но связанную с определенной символикой и образами Также могли быть обозначены по пунктам необходимые для данного проекта опорные точки Которые необходимо засветить в будущем произведении К примеру, эксперименты со временем и пространством Оккультная символика Нумерологические коды Читатель должен как бы попасть в параллельную реальность Где не действуют законы этого мира Вот такая веселая эпоха времен королевы Ви Но есть одно жирное НО по поводу Кэрролла Это та история, как дитя инцеста выбирает себе подставные имена И как составляет словесные лингвистические шарады в сказке В которых все время идет то отзеркаливание, то шифровка, то перестановка Все вместе это старый и излюбленный оккультный прием Самый простой пример отзеркаливания в книгах Кэрролла Зеркальные братья Тру-ля-ля и Тра-ля-ля А, я Тра-ля-лейный брат А я напротив Тра-ля-ля, брат Тру-ля-ли Другой пример Автор говорит об Алисе Эта выдумщица ужасно любила понарошку быть двумя разными людьми сразу Сдается мне, что это он себя имел ввиду И действительно, в сказке мы встречаем ее детские диалоги, монологи с кем-то Кэрол писал письма зеркально Чтобы прочитать, нужно было поднести их к зеркалу У него было собрание музыкальных шкатулок И он любил проигрывать их от конца к началу Он рисовал картинки, которые превращались во что-то иное Стоило только перевернуть их вверх ногами Остается со знаком вопроса Его фамильярные отношения со своим, по сути, наставником из колледжа Ректором и папой Алисы И то, насколько близко он с ним сошелся, практически став членом семьи А как еще это назвать, если ему доверены малолетние девчонки Он их, по сути, постоянно опекает Он формирует их сознание В общем, был ли он членом какого-либо тайного ордена или нет Сейчас определить сложно Но то, что он стал частью этой машины Продвигая символизм и идеологию Это уже очевидно Кстати, сам Льюис Кэррол ассоциировал себя не только с птицей Додо Из-за своего заикания он представлялся как Додо Доджсон Но и с белым рыцарем из-за лисы в зазеркали А позвольте поинтересоваться, а рыцарем какого ордена? Я соглашусь с этой версией, что Кэррол – подставной персонаж Подобранный специально для этой оккультно-магической миссии Через которого, не без участия матери-королевы Произошел вброс во всеобщее пространство Оккультного произведения высокого градуса значимости И дальнейшее его постоянное упоминание В виде оставленных пасхалок в последующих произведениях в кинематографе Засвечивающих намерения за кулисы К слову сказать, дата рождения Льюиса Кэрролла 27 января 1823 года По какой-то невероятной случайности Складывается в гематрии в три шестерки Так что подбирали его по всем признакам Необходимым в знаковых событиях Гляди, канонизируют его через полторы тысячи лет Что ты тогда скажешь? Озвучу основные опорные моменты, как я полагаю Через которые можно отследить связь шедевров мирового кинематографа С проектом Алиса в кроличьей ныре Первое. Кролик или Алиса Обычно бывает девочка или девушка с таким именем Как образ беззащитной невинной жертвы и страха Подразумевается Гавах Основным источником энергии для города являются детские крики И добыть их надо во что бы то ни стало Как было неоднократно замечено В любом оккультном фильме обязательно будет отсылка К Алисе в стране чудес Льюиса Кэррола Через белого кролика или не обязательно белого Либо через персонажа женского пола с именем Алиса Элис К слову сказать У Зодчего есть еще одна отсылка к кролику Итак, внимание, исполняет белый кролик Раз, два, три, четыре, пять Вышел зайчик погулять Занька вышел Песня про зайцев Комиксы судного дня Что это, комикс? Нет, это графический роман Под названием «Утопия. Эксперименты» Про ученого, который пошел на сделку с дьяволом ради знаний Дьявол появляется в разных обличьях Но это всегда гибрид человека и животного В первую очередь кролика Кролика? Кролики Это не только ценный мех Но и три, четыре килограмма Диетического, легко усвояемого мяса Ой, ты травушка, мураха луговая Ой, ты зайча, старадушка родная Мы уверены, что поздно или рано Выйдет зайчик погулять на поляну И не совсем так орать Я их в первый раз прекрасно слышал На поляне траву Зайцев полночь косили О, какой зверь Выступает хор мальчиков-зайчиков А нам все равно А нам все равно Мы волшебною косим трын-траву Иди за белым кроликом За белым кроликом Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Между плоти здесь написано Вытяните ноги Там прикольно Вот увидишь Да Конечно Конечно, я иду. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Кстати, момент с детской считалочкой про зайчика, который оказался живой. Сам Дмитрий Зочи считает одним из важных в своей короткометражке «Авэ». Я мамочку часто не слушал, я плохо морковочку кушал, я баеньки, поздно ложился, и вот результат, заблудился. Как тебе это удается? Не поздно отказаться, потом пути назад не будет, примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон, примешь красную таблетку, войдешь в Страну Чудес. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Только в терновые кусты не бросай. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Я не припоминаю, чтобы он когда-либо говорил о кролике. Это явление часто встречается у параноидальных шизофреников. Пив, па, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Ах, какой я несчастный. Не везет мне в жизнь. Принесли его домой, оказался он живой. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Только в терновые кусты не бросай. Мы просто хотим ему помочь. Я покажу тебе глубока ли кроличья нора. Зайцы в образе убийц и извергов встречаются на средневековых картинах. А ноги у кролика растут, так сказать, из Египта. К примеру, среди богов египетского пантеона есть зайцеобразная богиня Венет и Леунут. Демон подземного мира. А в храме Гора Ветфу в камне исполнены зайцеголовые демоны. В Китае есть легенда о зайце, который живет на луне и толчет с надобья бессмертия. А у Хорхи Луиса Борхеса, которого читает СГА перед сном, тема бессмертия проходит серебряной нитью через все его творчество. И про лунного кролика у него отдельно тоже есть. Это так, к слову, пришлось. Он оставил тут ловушек. Ступить негде. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. В индийском эпосе говорится, что зайца на луну поместил бог Индра. Заяц, принимая божественного гостя в образе нищего, не нашел для него никакой еды и зажарил сам себя. Восхищенный таким поступком Индра воскресил зайца и поместил его на луну, сделав таким образом бессмертным. В наших же краях, к примеру, в 2019 году в Муроме был установлен памятник муромским святым Петру и Февронии. К этим святым, покровителям семьи, съезжаются влюбленные пары и одинокие девушки и юноши, чтобы попросить любви и счастья семейного. Кроме святых, на памятнике исполнен зайчик, а к нему примета, которая гласит, «Если потереть ему нос, то желание, загаданное о любви, обязательно сбудется». Заяц притаился у ног благоверных с обратной стороны и гладят его по носу, чешут за ухом уже не только в Муроме, но и во многих других городах, где только установлена эта скульптура. «Не по зубам тебе нечисть, княжество муромское!» «А хороши трофеи!» «Бросим его здесь! Нет зачем в Муроме народ пугать!» Согласно повести, Петр Агриковым мечом, найденным в алтарной стене церкви Воздвиженского монастыря, убил змея-обородня, соблазнявшего супругу его брата, муромского князя Павла. Но капли крови змея попали на тело князя и образовали язвы, а затем струпья, ну это так называется корка на язвах, которые врачи не могли вылечить. «Тут давеча одна знахарка, видала сон про деву, будто она Петра исцелить может, но путь туда не близкий, в княжество Рязанское, а живет-то дева в деревушке Ласково». «О, слава богу, добрался!» И поехал гонец к ведьме из института иудейских невест. «Феврония меня зовут. Скажи, князь Петр совсем плох, да?» «О, да быстро до вас слухи-то доходят!» Согласно преданиям, когда гонец от тяжело заболевшего князя пришел к будущей княгине за помощью, та занималась рукоделием, а рядом с ней находился ручной зверек, так он и закрепился в истории. Также по преданию считается, что Феврония в качестве платы за лечение Петра пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления, и тот пообещал. «Слово надо держать». «Да уж не ведьма ли ты? Я слышал, что варят они свое зелье из заячьих лапок». «Ты прав, услышать можно всякое. Да не во все верить нужно». «Ну да, небось приколдовала меня тут своим зельем, а то я что-то насмотреться на тебя никак не могу». Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. «Да в своем ли ты уме, чтобы князь на простолюдинке женился?» Но в процессе лечения, Феврония намеренно не залечила одну язву на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась. «Значит, намазался вот этим, и все?» «Да, и его хворь быстро пройдет». «Ха! И это все твое лечение?» «Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом, иначе полного исцеления князя не будет». Петру пришлось обратиться снова к Февронии, и она вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней. В общем, специально недолечила и подстраховалась, чтобы женить на себе князя. «Да, все по Божьей воле». «Дедушка, а они будут жить долго и счастливо?» «Да, станут примером вечной любви». Официально нам рассказывают, что кролик обозначает плодородие, размножение и единство с окружающей средой. У нас большие семьи. Например, моя теща – одна из 15 детей. А есть семья, они живут в Израиле, в которой 23 ребенка. Когда про них писали статью в газете, журналист спросила у девочки-подростка, «Когда ты выйдешь замуж, ты тоже хочешь такую большую семью?» Она сказала, «О, нет, спасибо, 16 и достаточно». «Я что, сумасшедшая?» «16, 17 – это нормально здесь». «У вас, Рыга, сколько детей?» «Слава богу, 14, но уже 7 внуков». «14. Мы все должны брать примирцу. 14 детей. Спасибо. «Вашей жене и планете здесь». «Еще и потому, что для женщины семья – это ее карьера. Поэтому иметь всего четверо детей – это как закончить ПТУ?» «Когда у тебя такая большая миссия – принести на землю рай и Бога, тебе нужна помощь. Это же много работы. Если бы были только я и моя жена, как бы мы с ней справились? Поэтому нам нужно плебя, огромная семья, команда». История Сия не только записана неким Ермолаем Еразмом, жившим до середины 16 века. По личному поручению митрополита московского и в Сия Руси Макарием, который, как известно, был личным и полномоченным представителем высших сил на нашей грешной и бедолажной русской земле. Но и им же впоследствии высочайше утверждена. Полное название истории такое «Повесть о житии святых, новых чудотворцев муромских, благоверного и преподобного и достохвального князя Петра, нареченного в выночестве Давидом и супруги его, благоверной и преподобной и достохвальной княгине Февронии, нареченной воиночестве Ефросинией». После заключенного контракта эта парочка какое-то время живет в браке, оставаясь бездетной, и отношения между ними заканчиваются разводом. Почему? Потому что со временем они приходят к мысли о том, что неплохо было бы принять монашество, а чтобы принять его, необходимо прервать все земные связи и отношения. Они стригутся в монахи после развода, затем князь начинает умирать и зачем-то посылает к своей бывшей супруге монахини Гонцов с требованием умереть в тот же день, когда умрет он. Зачем ему это понадобилось, житие не уточняет. Добровольно или нет, но Феврония соглашается умереть вместе с князем. Но лишь когда закончит ткать по особому заказу для церкви, тонкое покрывало с ликами святых. И по итогу, помолившись, предали они святые свои души в руки Божии июня в 25-й день. Дальше история принимает характер фильма ужасов. Как вы понимаете, в средневековье асфальта на дорогах не было, поэтому глухой ночью двое покойников умудряются проползти по грязи городских улиц огромное расстояние, сползтись и повалиться в один гроб, а утром прибегает общественность и обнаруживает монаха и монахиню в одном гробу. Их разъединяют, разносят по разным гробам и хоронят в разных концах города. Но следующей ночью символы любви и верности снова бродят по Муромским улицам и заваливаются в один гроб. И после этого неразумные люди уже не смели прикасаться к их святым телам и положили их в едином гробу. Итак, парочка, заключившая брак через шантаж, бездетная, разведенная, в состоянии трупного разложения, является в России символом семьи, любви и верности. И не тогда ли родилась русская поговорка «из грязи да в князи»? Странная очень и недобрая сказка, но якобы о высокой любви. Детей не было, жить вместе не смогли, но почему-то главной навязчивой идеей стало желание обнулиться не просто вместе, а в один день и один час. Вопрос, зачем им так надо умереть? Почему для них так важно совпадение цифр? Зачем кто-то это навязывает до такой степени, что не имея никаких летописных доказательств существования этих людей, все вдруг знают дату их смерти? Тут же вспоминается Алиса и Кэрол с точной датой путешествия на лодке, когда и родилась история Зазеркалья. Там свои окопы, здесь свои, там подземелье, и тут два трупа упорно рыхлят землю, и не единожды соединяются в каменном гробике с перегородочкой. Это какой-то запредельный степ некроманов над живыми, но глупыми и верующими в сказки дураками. Умерли эти так называемые святые 25 июня 1228 года. 25 июня складывается в 13 равно так же и год и год дважды зазеркаленный символ чертовой дюжины. на самом деле что происходит? Воткнули к придуманным святым символ кролика и придумали легенду. Идут развесив уши трогать этого кролика, гладить по носу, чесать за ушком, при этом загадывать какое-то желание. Окультный ритуал, гавахосборная машина, подвязка через кролика и все из этой оперы. И будет наш народ почитать Петра и Февронию как святых чудотворцев и покровителей семьи и брака. Какой ужас! Что ж ты молчал раньше? Капли во флаконе изменяющие сознание отсылка на адренохром Где ты это добыл? Неважно, он абсолютно чистый. С каким же чудовищем ты связался на этот раз? С одним сатанистом. У него может быть только один источник. Это вытяжка из железы, надпочечников, все еще живого человека. Я знаю, но он никак не мог со мной расплатиться. Человеческую кровь предлагал, говорил, что вставит как никогда в жизни. Я решил, он прикалывается и сказал, что соглашусь только на 30 граммов чистого адренохрома. Но в крайнем случае свежий надпочечник возьму. Пожевать. Я уже чувствовал, как эта дрянь действует. Первая волна накрыла, как смесь мискалина и метадрина. Мне захотелось поплавать. Как твой адвокат, советую сделать глоточек из коричневой бутылочки в моем бритвенном наборе. Много не пей. Только один глоточек. Выпей из пузырька на столе. На столе? О! Правило употреблений направит тебя в правильном направлении. Выпей меня. Хм. Не яд ли это? А что это такое? По сравнению с этим, тебе чистый мискалин покажется легким пивком. Адренохром. Правило употреблений направит тебя в правильном направлении. Выпей меня. помню я подумал разве можно слушать такие ужасы под кислотой? Страх и ненависть в Лас-Вегасе 1998 года выпуска снятого по одноименному роману американского гонзо-журналиста и писателя Хантера Томпсона вышедшие в 1971 году Я проверил в самом романе уже есть упоминание про это вещество Ну да ладно двигаемся далее От Вадима Шигалова я узнал что упоминание об этом веществе есть и у английского антиутописта Олдоса Хаксли описывающего свой опыт употребления мискалина в своем эссе Двери восприятия написанного в 1954 году этих тем никто не касался пока два или три года назад внимание не привлек новый и возможно весьма значительный факт на самом деле этот факт лежал у всех на виду несколько десятков лет но так случилось что никто его не замечал пока одного молодого английского психиатра в настоящее время работающего в Канаде не поразило близкое сходство химического состава мискалина и адреналина дальнейшие исследования показали что илезергиновая кислота крайне мощный галлюциноген получаемый из спорыньи связано с ними по биохимической структуре позже было открыто что адренохром продукт распада адреналина может вызывать многие симптомы наблюдаемые при отравлении мискалином только адренохром вероятно возникает в человеческом теле спонтанно другими словами каждый из нас способен производить химическое вещество микроскопические дозы которого как стало известно приводят к глубоким изменениям в сознании Олдос Хаксли дверь восприятия 1954 год кто-нибудь хочет чуток ЛСД у меня есть все ингредиенты я полез далее в эту кроличью нору и по рекомендации Сергея Альбертовича Саля прочел записку Владимира Ивановича Даля автора толкового словаря живого великорусского языка и в этой записке я нашел для себя недостающий пазл в картину под названием Адренохром изуверный обряд этот не только не принадлежит всем вообще евреям но даже без всякого сомнения весьма немногим известен он существует только в этой секте как это объяснено выше секте самой упорной фанатической признающей один только талмуд и раввинские книги Владимир Иванович Даль записка о ритуальных убийствах сам фильм страх и ненависть в Лас-Вегасе про похождения двух наркоманов и их галлюциногенный бред от разного сорта наркоты не представляет какой-либо особой ценности на мой взгляд и посему смотреть его лично я не рекомендую у нас было два мешка травы 75 таблеток мискалина 5 марок мощнейшей кислоты полсоломки кокаина игра возбудителей успокоительных и всего такого всех цветов а вот прочесть бесценный труд Даля это обязательно там есть одна клевая нота где кролик сносит свою голову почему кролик связан напрямую с адренохромом адренохром это продукт окисления адреналина адреналин вырабатывается в надпочечниках и участвует в реализации состояния при котором организм мобилизуется для устранения угрозы бей или беги план действия у нас такой введенную сыворотку активирует адреналин и поэтому ты должен будешь страдать страх смерти запускает невероятные стремления жить и открывает доступ к огромному потенциалу жизненных ресурсов возможно именно поэтому адренохром еще называют эликсиром бессмертия и бытует конспирологическая теория о том что звезды голубых и розовых экранов употребляют этот галлюциноген для сохранения молодости своего аватара скажите а когда мы будем пить кровь всему свое время наше дело научить тебя контролировать человеческое стадо в современном кинематографе можно заметить массу отсылок к адренохрому в фильме аватар путь воды это вещество добывали из шишковидной железы разумных китов и называли амрита отрезают самку акустическими выстрелами от остального косяка ее детеныши плывут медленно она их не оставляет поэтому хорошая мишень добраться до железы можно только снизу высверливаем у них чрезвычайно развит интеллект они не только умнее но эмоциональнее духовно богаче и все ради вот этого да ради амриты амриты беднягам не повезло эта штука останавливает человеческое старение этот пузырек стоит что-то около сотни миллионов амрита главный ресурс пандоры который покрывает все расходы в том числе твои исследования правда доктор оттого я и запил о фильме сестер вачовски восхождение юпитер открыто показали добычу этого эликсира непосредственно из людей ты когда-нибудь видела жатву о нет никогда но говорят они не чувствуют боли все происходит гуманно как я слышала у него много названий регенокс рецел нектар оно бывает разного качества и с разными свойствами но это это самое чистое и ценное вещество найденное домом абрасоксов мне сказали что дом абрасоксов засеял землю вы там взяли материал ваша земля лишь маленькая часть огромной индустрии коллег принимал ванну разумеется моя сестра не объяснила что это и откуда берется оно берется из людей на каждую капсулу уходит примерно сотни человеческих существ что ваша планета это ферма юпитер таких планет как ваши тысячи они принадлежат семьям вроде моей обеспечивают постоянно растущий спрос на время время как выяснилось самая большая ценность во вселенной мне нужен точный прогноз и стоимость затрат для ранней жатвы разумеется мило какого характеристики этого продукта отличное качество и сет невероятно бодрящее сырье ваша планета только входит в эру генетики вы мало знаете о том что составляет жизненную часть нашей реальности в каждом из нас есть код оптимального физического состояния проблема в том что у наших генов есть срок годности заложенный в клетках вы какая-то вампирская раса разница между нами только в знаниях и технологиях уже очень давно кто-то придумал способ как заменить испорченные клетки на новые это так же просто как поменять перегоревшую лампочку а где вы берете новые лампочки мы их выращиваем как по-вашему сколько мне лет сорок с чем-то я отпраздновала 14 тысячелетие 14 тысяч 4 если быть точной я начну жатву на этой планете завтра человеческая электростанция ты толкал это колесо почти 20 лет думал ли ты зачем я его просто толкал ты вообще замечал что колесо ничем не управляет случаи были правдой но твоя работа сознает кое-что очень важное человеческие страдания которые собираются и превращаются в порошок богачи вдыхают его и у них отрастают маленькие крылышки в мультфильме Симпсоны также показали источник волшебного порошка а в фильме по роману Пелевина Empire V адренохром называется баблосом и употребляют его пипеткой баблос принимаете не вы его принимает язык магический червь другое живое существо высшей природы язык пересаживается с одного человека на другого как в сайт после сбора баблоса язык выбрасывает в мозг дозу сильнейшего нейротрансмиттера похожего на допамин поэтому в течение нескольких минут вы испытаете нечеловеческое счастье мы решили создать дойное животное и вывели человека если все мозги настроить на одну идею то все человечество будет излучать энергию на одной частоте вампиры давно уже используют не биологическую красную жидкость а гораздо более совершенным медиум жизненной энергии человека адренохром синтезируется в кровь жертвы испытывающей страдания и страх и поэтому адренохром символично связан с кроликом через страх причем из страха в материальности получается адренохром для нижних слоев этой пирамиды а на тонком плане из него получается гавах для хозяев вершины человек занят решением вопроса о деньгах постоянно может казаться что человек лежит на пляже и ничего не делает а на самом деле он прикидывает а сколько стоит та яхта на горизонте и что надо сделать в жизни чтобы прикупить такую же кровопийцы у пелевина пьют не кровь а концентрат который синтезируется в результате человеческих думок о деньгах я знаю места где цветет концентрат и такая своеобразная аллегория гаваха страдания о деньгах боблос это священный напиток который пьют вампиры чтобы почувствовать себя богами пьют коньяк боблос сосуд я его мало делаю изучение человеческой морали глубоко пошатнуло мою веру в человечество удаля в его записке тоже кровь употребляют но не простую а замученный по определенным рецептам очень молодой жертвой то есть в кровь должен произойти неоднократный выброс адренохрома иногда мне пишут в комментариях ну что сказать то хотел вот в этом выпуске и объясняю как сам думаю могу ошибаться можете снова не понять куда там мне до тех кому достоверно известно как оно там на самом деле и так кролик это образ жертвы к примеру модели из плейбоя добровольно наряжается в образ кролика а основатель журнала плейбой Хью Хефнер это удав для которого очередной кролик это возможность заработать на обложке своего глянцевого журнала с этим кроликом кролик или женский персонаж Алиса оставленные в качестве пасхалок в оккультных произведениях это всегда отсылка к Лиусу Кэролу и всем сопутствующим по дальнейшему списку в древних текстах чтобы завуалированно намекнуть на использование детей в своих ритуалах вместо слова дитя использовали например такие слова как птенец росток или молодой росток побег или агнец таким образом они еще и классифицировали жертв в зависимости от возраста и пола а чем эта практика отличается от того как сейчас торговцы детьми в даркнете называют свой товар зайчиками если повезет мутация проявит себя достаточно быстро и интенсивно а нет что ж пытки продолжатся и каждая будет изощреннее предыдущей до тех пор пока ты не мутируешь а много мудрости много печали многие знания многие печали всему свое время кому спишь? себе то есть не сплю спишь спишь все вы спите сон вся история Алисе приснилась в начале она уснула а в конце проснулась это отсылка к тому что мы спим что мы в зазеркалии в матрице в симуляции которую для нас формируют к примеру СМИ и школьное образование у Кэрола Алиса оказывается в зазеркалии где все вверх ногами наоборот и чтобы идти вперед нужно двигаться назад характерно что обе сказки об Алисе это ее сны то есть действие происходит во сне Алисы но тут есть нюанс действие Алисы в зазеркале происходит во сне не только Алисы но и черного короля поэтому траляля и говорит ему снишься ты тут Кэрол вносит свою лепту философскую мысль о том что вся наша жизнь есть сон и возможно мы только снимся Богу или друг другу в заключительном стихотворении в Алисе в зазеркале выражена эта же мысль и опять я сердцем с ней девочкой ушедших дней давней радостью моей если мир подлунный сам лишь во сне явился нам люди как не верить снам во сне не страшно прямое упоминание сна есть у Кэрола в стихах в Алисе в стране чудес ну вот настала тишина и будто бы во сне не слышно девочка идет по сказочной стране и видит множество чудес в подземной глубине поскорей бы проснуться по-прежнему думаешь что все вокруг сон конечно не существующий мир моих грез святыня халдейского общества брельеф богини Иштар почти четыре тысячи лет копия британского музея что у богини в кубке надо думать баблос кто такая Иштар будет ответ вампиры верят что это великая богиня которая была создана на эту планету в древние времена Иштар это одно из ее имен другое ее имя великая мышь А вот у Лолиты есть настоящее имя Долорес но Гумберт называет ее Ло-ли-та намеренно добавляя такой важный слог Ли он постоянно повторяется Аннабель Ли Алиса в стране чудес реальная девочка Са Ли Анна Ливия у Джойса к которому тоже отсылает роман демоническая Лилит тоже подменяет настоящую Долорес той Лолитой какой хотел бы ее видеть даже дарит новой Лолите другую биографию Лилит демоница в еврейской мифологии в каббалистической теории это первая жена Адама в Талмуде Лилит описывается как демон с женским лицом длинными волосами и крыльями которая может овладеть одиноко спящим мужчиной действуя на его воображение ее называют матерью Ахримана олицетворение зла в зороастризме рассказывают что она танцевала перед царем Соломоном который властвовал над всеми духами Лилит связывают с легендой о том как Адам после грехопадения на целых 130 лет расстался с Евой Толкователи Талмуда полагают что в этот период Адам совокуплялся с ночными демоницами в том числе и с Лилит от которых у него по образу и подобию рождались исключительно злые духи сама Лилит согласно алфавиту Бен-Сиры была первой женой Адама которую Бог создал для него из земли как он создал и самого Адама но молодожены Адам и Лилит сразу же стали брониться в постели горделивая Лилит считала себя во всем равноценной Адаму и во время занятий любовью отказывала ему в верховенствующем положении я не лягу под тебя заявляла Лилит а Адам возражал я не лягу снизу только сверху ведь ты соответственно мне и тебе подобает быть снизу ибо я превыше тебя Лилит ответила мы равны с тобой ведь мы оба созданы из земли после чего Адам вынужден был применить силу и подчинить жену своим желанием Лилит же считавшая себя полноправным творением бога впала от этого в ярость и в порыве гнева выкрикнула тайное магическое непроизносимое имя бога Яхве после чего взвилась в воздух и покинула Адама разозленный муж в свою очередь обратился к Яхве с жалобой на сбежавшую супружницу Яхве отправил за ослушницей вдогонку сразу трех ангелов известных под именами Синой Сан-Синой и Самангелов ангелы настигли Лилиту Красного моря и передали ей приказ о возвращении в семью но та наотрез отказалась возвращаться к Адаму так своенравная Лилит пошла и против воли бога и против мужа здесь важно заметить что Красное море тогда считалось регионом изобилующим демонами и Лилит в отсутствие Адама предавалась с ними блуду рожая здесь же демонят с какой-то воистину космической скоростью по несколько сотен в день может быть и по этой причине она вошла в историю человечества как источник неконтролируемого зла все зло от женщин слыхали такую фразу или шершеля фа спасибо Лилит в общем за проявленную непокорность по всем законам божественного драматического жанра Лилит должна была умереть что и было ей оглашено но обладая изворотливым умом Лилит выдвинула обвинителям встречный контраргумент звучал он примерно так как я могу умереть если по воле самого бога я несу ответственность за смерть новорожденных мальчиков до их восьмого дня жизни и смерть новорожденных девочек до их двадцатого дня жизни скажете звучит довольно страшно тем не менее заявление возымело эффект далее Лилит на основании данного юридического казуса предлагает ангелам частную сделку а попросту подкупает их самолюбие если когда-нибудь я увижу три ваших имени или подобных им на амулете новорожденного ребенка я обещаю пощадить его как бы там ни было но соглашение устроила обе стороны и в результате Лилита делалась лишь божественным наказанием три версии которого приводятся в дошедшей до нас литературе вариант первый сотня демонических младенцев лилит будет умирать еженочно и от этого она всякий раз будет испытывать нестерпимые душевные муки второй вариант лилит обречена рожать исключительно детей демонов и третий вариант наказания бог сделал лилит пожизненно бесплодной у меня от тебя мурашки похожи я еще и не то могу сделать с твоей кожей в кабале лилит дьяволица являющаяся во сне неженатым молодым мужчинам и соблазняющая их согласно каббалистической книги зоар лилит стала женой самаэля и матерью демонов это интерпретация по всей видимости была заимствована автором книги из алфавита бен сиры согласно трактату о левой эманации от связи лилит и самаэля родился слепой дракон дракон этот был кастрирован чтобы яйца гадюки ехидны не вылупились в мир те кто вылупляется из таких яиц называются лилин они покрыты волосами целиком за исключением только головы в иудейском быту волосатая и крылатая лилит особенно известна как вредительница деторождения считалось что она не только наводит порчу на младенцев крадет их дыхание в медицине даже существует понятие синдрома внезапной младенческой смерти называемого также смерть в колыбели ну и также она похищает этих младенцев пьет кровь новорожденных высасывает мозг из костей и подменяет их самих помните вот эти все сказки про подмену царского сына сына крестьянского вот это все оттуда младенцев также приписывалась порча рожениц и бесплодие женщин именно легенды говорящие о лилитках об убийце новорожденных объясняют древнюю традицию подвешивать амулет с именами ангелов возле колыбельки еврейского ребенка амулеты и заговоры для рожениц против лилит должны содержать не только имена трех ангелов пытавшихся возвратить ее в лоно семьи но и некоторые имена самой лилит батна или чрево одем краснота или аморфу не имеющая формы вот тут появляется связь с красной королевой одной из имен лилит одем что означает краснота закладочку в уме сделаем также с этим преданием связана традиция повязывания красной нитки на ручку младенцу в дальнейшем взятая на вооружение и взрослыми людьми считается что лилит боится красного цвета какие то парадоксы у этих каббалистов красная королева боится красного цвета кто из вас съел королевский торт чтобы уберечь ребенка от влияния лилит его отец должен всю ночь напролет читать отрывки из книги Зуар и других книг кабалы некоторые мидраши в переводе изучение толкования и каббалистические источники говорят о двух ипостасях лилит старшая лилит бабушка лилит это царица и мать демонов жена самаэля часто отождествляемого сатаной младшая лилит это супруга осмодея в переводе искуситель при этом речь идет о двух образах одной дьяволице средние века легенда несколько изменилась лилит стала уже не змеей а духом ночи иногда она предстает в виде ангела заведующего рождением людей иногда демоном досаждающим спящим в одиночку или одиноко бредущим по дороге в народном воображении она предстает в виде высокой молчаливой женщины с длинными черными распущенными волосами в мифологии древней месопотамии подобное имя носят ночные демоницы которые убивают детей и издеваются над спящими мужчинами демонологи считают что лилит управляет суккубами демонами похоти и разврата демоницы соблазнительницы и демоницы вредящие роженицам и новорожденным с чертами позволяющими отождествлять их с лилит также упоминаются в свитках мертвого моря в некоторых ранних апокрифов христианства и в арабских мифах имя лилит как и ее образ считаются заимствованными из вавилонской возможно и шумерской мифологии в шумерском языке лиль обозначает воздух ветер дух призрак есть мнение что в имени демонов лилиту заключена игра слов из разных языков смешивающая шумерская лиль дух и аккадская лилу ночь и переводящая к смеси представлений о демонах этого рода как об исключительно ночных привидениях еврейская народная этимология связывает имя лилит со словом лайла ночь семитских языках в частности в еврите слово лилит является прилагательным женского рода со значением ночная кроме этого в еврите словом лилит обозначается птица неясыть разновидность сов возможно именно поэтому лилит иногда изображается вместе с совой а как богиню зовут ее никак не зовут когда-то очень давно ее звали иштар помимо обозначения конкретного персонажа лилит в еврейской демонологии служит именем нарицательным для демона женского рода лилит в современной демонологии уже не только богиня пожирающая детей являясь подругой сатаны или самаэля она соответствует в той или иной степени всем дьяволицам всем черным богиням и в этом случае она отождествляется скале умой гекатой хель и эрешкигаль хотя некоторые традиции четко разделяют темных богинь зачастую также речь идет о старшей и младшей лилит в этом смысле в имени лилит скрыто значение темная мать черная женственность в любом случае сохраняется и изначальное значение черная богиня губительница зародышей света мать жизни и смерти согласно материалам храма лилит цитирую из бездонных глубин предначального мрака восстала в явь ты о мать жизни и смерти мать всех колдовских чар дьявольских искусств и сокровенного мастерства порождений древнейшей ночи дарительница губительной тайны огненного бытия ты породила малых и великих нечистого племени и увлекла их за собой на штурм небесного града цитата окончена мать демонов согласно книге 10 воззваний валентина скавра цитата начинается о мать лилит мать демонов к тебе взываю тебя приглашаю царица тьмы и нечистых чар лица твои ночь и ужас сердце твое средоточие зла цитата окончена одна из одиннадцати высших дьяволов и супруга сатаны в современном гримуаре либер азерат изданной храмом черного света цитата начинается от адрамилека властителя всей красоты ослепляющей слабых яд ярящегося хаоса потек дальше и создал десятую антикосмическую богиню лилит и восьмое острие разомкнутой пентаграммы о лилит царица темных измерений и княгиня ярящегося хаоса холодное семя дракона смерти потекло дальше и создало одиннадцатую антикосмическую демоницу принцессу нааму и десятое острие разомкнутой пентаграммы цитата окончена мать каина и супруга сатаны в книге майкла форда люциферианское ведьмовство цитата начинается методология совершения этого великого греха такова зороастрийские еврейские жрецы писали что ариман самаэль не имеет способности к предвидению так что лишь через соединение с лилит невестой которая также является огнем и тьмой как и ее близнец может стать целостным противником и обрести способность предвидеть а также управлять их страстями это сама суть процессов магии пути езер хора воплощение страстей мага цитата окончена лилит одна из девяти высших дьяволов в полной книге по демонологии итак подведем итог лилит это верховное демоническое божество супруга сатаны и мать всех демонов она же красная королева иштар изида матка роя и тьма которая является первоистоком света для поклонников люцифера ваше величество у пчел в отличие от людей нет вопросов и сомнений пчелы не лгут у меня нет имени но можете называть меня роем ее образ всегда можно найти в оккультных фильмах в виде женщины в красном ты меня слушаешь нео или смотришь на девицу в красном ваше величество кто все эти люди обычные модули необходимый элемент королевской свадьбы я же говорил это государственный вопрос а не сердечный ты будешь сидеть на железном троне но сначала нужно принести жертвы этого требует повелитель света расскажи какая у тебя мечта и желание попробуй рассказать мне об этом я лишь инструмент и с его помощью рой неоднократно справлялся с такой угрозой как вы я хочу перестать заниматься тем что делаю чтобы не знать сколько зла в этом мире это можно благодаря ее памяти я могу понять вашу расу одну из самых буйных на свете этот мусорщик ест ваши рвотные массы а два миллиона лет назад его предки держали в страхе галактику а вы двое идеальная пара для размножения твое сердце не бьется может его просто нужно снова разжечь я рада что мне не придется вас поглощать мне не хватало бы наших бесед а где свинья обожаю поросячье брюхо от боли в ногах свинью дать? нужно сказать о том что такое русский народ и кто такие русские это чрезвычайно важно не обошел своим вниманием красную королеву мать и Дмитрий Зочи она присутствует и в фильме Замысел и в короткометражке АВ и в других его роликах но кто же ходит на стройку в красном платье? этим вульгарным выпадом обозначен особый немаловажный оккультный символизм кто всем этим на самом деле правит? вот тебе второй совет не суйся дольше будешь живым богом хотя честно говоря я и сам не знаю а ведь столько лет в бизнесе в общем интуиция мне шепчет фильм Замысел Дмитрия Зочи есть не что иное как плагиат идеи сюжета Алисы в стране чудес Льюиса Кэрролла и полная отсылка на кроличью нору то есть даже не плагиат идеи сюжета а как бы это назвать аранжировка сюжета что ты такое несешь автор скажут те кто спишь спишь все вы спите ну во первых Алиса уснула под деревом и путешествовала во сне равно так же как сга уснул за чтением Томика Борхеса и во сне попал на вышний ярус где и произошла вся история во вторых за три года прошедших с момента моего первого знакомства с замыслом Зочи я все таки пришел к выводу что фильм собран на каркас из старших арканов колоды Таро по аналогии с Кэроллом в кроличьей норе которого тоже есть карточные персонажи это если кто-то не видел главу Таро замысла то обязательно посмотрите друзья насчет масонерии существует и успешно работает накрученный миф о всезнании масонства мол масоны знают все и управляют миром это далеко не так до следующей серии фигурки Транс навсегда Как сказал классик, надо брать музыку у народа и только обрабатывать её. Так я и делаю. Поэтому, когда сегодня берёшь у композитора, это, собственно говоря, берёшь у народа, берёшь у себя. И главное, чтобы музыка была твоя. И кто говорит плагиат, я говорю традиция. Тогда в чём мудрость твоя? В чём замысел? Не грусти, рано или поздно всё станет понятно. Всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно. Льюис Кэррол Всё будет правильно. Кстати, я прочёл Алису Кэрролла. Это, безусловно, психоделическое, а не детское произведение, в котором, к примеру, у главной героини Алисы, после грибов, то рука вытягивалась, то шея. Таким я этого стиха не слышала. Я его облагородил. Что ж, ушам не верю. Думайте, 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 думай. Желаем вам здоровья, счастья и радости. Хорхе Луис Борхес Аргентинский прозаик, поэт и публицист. Его эссе отличаются дерзостью и лаконичностью. Год его рождения и год его смерти складываются в три шестёрки. Страсть к чтению передалась Борхесу от отца юриста, библиотека которого с четырёх лет заменила ему игровую комнату. Он много лет проработал в библиотеке, рано начал терять зрение и значительную часть своей долгой жизни провёл совсем слепым. Кстати, его отец тоже был слепым. Слава, как и слепота, пришла ко мне постепенно. Я её никогда не искал. Луис Борхес Всю жизнь Борхеса восхищали книги своей безграничностью смыслов и головоломки. Борхес называл себя агностиком и считал поиски истины бесперспективными. Агностики не отрицают наличие богов, но и не принимают их существование. Среди тем его творчество, противоречивость мира, время и бесконечность, одиночество, человеческий удел, смерть и бессмертие. Его творчеству присуща игра на грани правды и вымысла. Он часто использует мистификации, даёт ссылки на несуществующие произведения, приводит вымышленные цитаты, биографии и даже целые культуры. Его главный творческий принцип создавать образы, изображая бесконечность на нескольких страницах, а не растягивать отдельные эпизоды на целые тома. Луис Борхес считал, истории вымышленные только тогда хороши и увлекательны, когда они приближаются к правде или правдоподобны. В своих рассказах он смешивает выдумку с историческими событиями, а реальных лиц, в том числе и самого себя, с фальшивыми. Он так изощренно запутывает следы, что только специалист может разобраться, какие из цитат он выдумал, а какие и впрямь позаимствовал у реальных сочинителей. Что касается Льюиса Кэрролла, можно уверенно сказать, что Хорхе Луис Борхес вырос на его произведениях и изучил в них каждую букву. В дальнейшем он проведет анализ сочинений знаменитого автора и, конечно же, самого культового его произведения «Алиса в стране чудес». Центральное место в этой аналитике займут, конечно же, книги про Алису, но Борхес разбирает и другие произведения. Он наглядно показывает, при помощи каких конкретно приемов Кэрролу удалось создать книги, которые читаются до сих пор. Заметили, какая цепочка выстраивается? Борхес изучал и анализировал Кэрролла. Зга в фильме «Замысел» Дмитрия Зодчева читает Борхеса. А Зга – это и есть сам Зодчий. Можно ли сказать, что Зга – это вы? Любое произведение в той или иной степени автобиографично. Каждый автор создает через призму личного опыта. Дмитрий Зодчий. Есть такой термин «Омаш», подходящий для тех, кому режет слух понятие плагиат, аммаж от французского признательность или дань уважения. В искусстве – работа, подражание и жест уважения другому художнику, музыканту и тому подобное. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что когда-то, еще в школьном возрасте, юный Зодчий, зачитывается Борхесом и далее он становится для него идейным вдохновителем. Подражатели полезны хотя бы тем, что излечивают тебя от тебя самого. Корхе Луис Борхес. Сборник рассказов Луиса Борхеса «Fictionness» по-английски пишется «Fictions», стал самой известной книгой Борхеса и сделал его известным во всем мире. Один из вариантов перевода с английского названия этого сборника означает «вымыслы». Вот так поворот! Есть еще один знаковый в нашем контексте рассказ Борхеса под длинным названием «Тлен Укбар Орбис Тертиус». В рассказе говорится, что благотворительное тайное общество было создано одной ночью в Люцерне или Лондоне в 17 веке. Это было общество интеллектуалов под названием «Орбис Тетриус», изучавшее герметические исследования филантропию и кабалу, но его главной целью было создание страны Укбар. Здесь стоит сразу добавить, в переводе с латинского слово «Люцерна» означает «светлячок», что, видимо, завуалированно намекает на особый характер и стремление к просветлению членов тайного общества из рассказа. Но вернемся к сюжету. Постепенно участникам сообщества становится ясно, что реализацию грандиозного проекта придется выполнять многим поколениям. Поэтому каждый мастер выбирает себе ученика, чтобы увековечить наследственную договоренность. «Это что? Ты будешь моим учителем?» Ученикам предстоит продолжить работу мастеров в веках. Общество в конечном итоге подвергается преследованиям, но через два столетия вновь проявляется в Соединенных Штатах. И вот уже американский эксцентричный миллионер, один из адептов возрожденной секты, считает былую затею слишком скромной и предлагает переформатировать целый мир, а не отдельно взятую страну. Он настаивает на создании энциклопедии о новом мире под названием «Тлен» и требует признать, что данный проект не имеет договора с этим самозванцем Иисусом Христом. И вот уже новый Орбис Терциус в лице его 300 сотрудников приступает к завершению первой энциклопедии «Тлена». А что же означает само название сообщества Орбис Терциус? Третий круг посвящения? Третий круг бытия? А может быть Третий мир? Или Третий Рим? Как бы там ни было, в рассказе не содержится пояснений на эту тему и все допущения по поводу названий сделаны мной лично и не претендуют на истину. Вы вправе найти для них свои собственные объяснения. Важное примечание. Борхес в рассказе приводит несколько метафор о том, насколько сильно идеи влияют на нашу реальность. Недаром в начале истории мы видим нервирующее и гротескное зеркало, отражающее комнату. У Борхеса вообще реальное и фантастическое до бесконечности отражаются друг в друге, как два смотрящихся друг в друга зеркала. Арифметика «Тлена» в свою очередь утверждает, что числа не имеют никакого самостоятельного значения и независимого существования до тех пор, пока они не будут подсчитаны и названы. И это, конечно же, напоминает нам о магии чисел, столь любимой в определенных просветленных кругах. Кстати, в русском языке слово «просветленный» по чистому совпадению содержит в себе название дивного нового мира Борхеса. Сама история разворачивается, как повествование главного героя с именем Борхес, таким же, как и у самого автора. Рассказ содержит множество отсылок к реальным людям, местам, литературным произведениям и философским концепциям, а также некоторым вымышленным или двухсмысленным. Важная особенность образов персонажей Борхеса это их неподвластность уничтожению. Они не горят в огне, как, например, в его рассказе эссе «Богословы», где в костре не сгорела особая книга, в которой упоминается Платон. «Рукописи не горят». Каждая книга по Борхесу однажды возродится вновь из пламени в виде все тех же образов и в конце веков все возродится в прежнем своем виде. Знак, неиспепеляемый огнем образы, относится к знаку «Несгораемые рукописи», как часть к целому, ибо они подобны. А сам облик «Бога огня» у Борхеса довольно странен. Это гибрид тигра, коня, быка, розы и урагана. Лабиринт – индейский миф. Позабавь меня, Даду. Лабиринт – это вся жизнь человека. Его решения и его мечты. Мужчина в центре – легендарный человек, которого убивали снова и снова. Но он каждый раз возвращался к жизни. Вернувшись в последний раз, он в неустанной ярости одолел своих угнетателей. Построил дом, а вокруг дома лабиринт такой сложный, что только он знал дорогу. Наверное, он устал сражаться. Арнольд видел, как его сын пришел в этот мир, а потом видел, как этот свет погас. То, что он потерял вместе с сыном, он попытался зажечь в тебе. Он создал тест на сочувствие, воображение. Лабиринт. На это его вдохновила игрушка его сына. В итоге ты прошла этот лабиринт, Долорес. Лабиринт – еще один повторяющийся мотив во всех рассказах Луиса Борхеса. Он используется как метафора для обозначения множества вещей, миров чрезвычайно сложной природы, существующих в них систем, человеческих восприятий, физических и умственных аспектов человека, а также таких абстрактных понятий, как время. Мама будет переживать. Не будет. Тебя там нет всего с полсекунды. Рассказы Борхеса сами по себе можно рассматривать, как своего рода лабиринты. Если Борхес что и боготворил, так это книги. В одном из своих рассказов он косвенно предполагает, что библиотекарь даже более свят, чем святой. Другие темы его рассказов включают философские вопросы, ухудшение и разрушение, стратегические и азартные игры, заговоры и тайные общества, этнические группы, особенно его собственные предки. Благодаря его рассказам длиной не более всего 10-15 страниц мир воспринимается как наполненный знаками текст. Корни такого мировосприятия сам автор видел в еврейской культуре. В своем эссе «Каббала» он пишет «В священной книге сакральны не только слова, но и знаки, которыми она написана». И каббалисты воспользовались этой идеей для изучения писания. Основной шифровальной дешифровальной книгой оккультистов во власти является «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». А в фильме «Замысел» постоянно встречаются отсылки к этому писанию, но об этом позже. Вернемся к Луису Борхесу. Также один из важнейших образов, необходимых для понимания творчества Борхеса, это представление о целой реальности как о маленькой точке в огромном пространстве. Вселенная. Некоторые называют ее библиотекой. С этих слов начинается один из его самых знаменитых рассказов «Вавилонская библиотека». За это произведение Борхеса даже называют пророком интернета. Он предложил образ бесконечной библиотеки, наполненной всевозможными текстами. Одна и та же книга существует в безграничных вариациях с опечаткой в одном слове, либо без какого-то предложения или абзаца. «На самом деле все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена». Одни читатели сходят из-за библиотеки с ума, другие объявляют крестовый поход против книг и сжигают их. «Да будет война! С нами Бог! С нами Бог! С нами Бог!» Этим фантастическим образом Борхес одновременно показал силу литературы и ограниченность человека, который никогда не исчерпает все богатство имеющихся смыслов, даже если будет читать по сотне книг в день всю свою жизнь. Потому что вселенная несоизмеримо выше и полнее своей отдельной взятой точки. И именно буква еврейского алфавита «Алиф» Борхес называет чудесное сосредоточение Вселенной в единой точке. И тут я вспомнил уже знакомый нам каббалистический термин «Эйн Соф», означающий символ источника Божьего Света, олицетворяющего беспредельность Бога, существовавшего, как полагали каббалисты, до сотворения мира. «Эйн Соф» – это начало начал, это непостижимое ничто, в определенный момент проявившее себя как Бог-творец. К слову сказать, я считаю, что всем известная теория Большого Взрыва, вследствие которого и появилась вселенная, это тот же самый каббалистический вброс, копирующий понятие «Эйн Соф», где из великого ничто появилось все. А где закон сохранения энергии? Он не работает в этом случае. Борхес евреем не был, но всю жизнь себя им представлял. Я всякий раз испытывал удовольствие, представляя себя евреем. Речь всего лишь о выдумке, о мысленном приключении тихони и домоседа, которое ведь не задевает никого и меньше других репетацию Израиля, поскольку мое иудейство, подобно песням Мендельсона, остается музыкой без слов, признался писатель. Он был горячим сторонником государства Израиль, тогда еще совсем молодого и посвящал ему свои стихи. В 1966 году он написал письмо премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону, в котором признался в любви к евреям и их стране. А через два года он получил в Израиле высшую национальную литературную награду и Иерусалимскую премию. В 1976 году старик Борхес принял орден Бернарда О'Хогинса из рук чилийского диктатора Аугусто Пиночета, пришедшего к власти в результате военного переворота в 1973 году и похвалил того за борьбу против коммунистов. Сальвадор Альенде, президент Чили, который застрелился во время военного переворота по официальной версии, был высокопоставленным масоном и мастером великой ложе Чили, так же как и его отец и дед. Масон-социалист был свергнут масоном-антикоммунистом. К слову сказать, страна Чили была основана масонами, все президенты Чили были масонами и ни одно правительственное решение в той стране по сей день не принимается без соответствующего одобрения соответствующих масонских лож. Да и сам военный переворот тот был организован по чистой случайности 11 сентября и тем самым был прикручен к системному коду 9-1-1. Совпадение? Не думаю. Важно вспомнить тот момент, что в 1976 году Августо Пиночет вручил Борхесу орден. А во время вручения Борхес не только имел неосторожность пожать диктатору руку, но и произнес речь о том, как важно бороться с анархией и коммунизмом. Именно это рукопожатие и стало причиной того, что он так и не получил заслуженную Нобелевскую премию. В имени Розы по монастырской библиотеке блуждает его тезка, слепец Хорхей. А герои Джаспера Форде то и дело отправляются за справкой в Борхесовскую Вавилонскую библиотеку. Правда, заведует ею Чеширский кот. А что до Нобелевской премии, то это шведским академикам стоит терзаться, что гениальный слепец не стал их лауреатом. Умер Борхес в Женеве в возрасте 86 лет от рака печени и эмфиземы легких. А еще он написал Евангелие от Марка. Люди, поколение за поколением, пересказывают всего лишь две истории о сбившемся с пути корабле, кружащем по Средиземноморью в поисках долгожданного острова и о Боге, распятом на Голгофе. Хорхе Луис Борхес. Евангелие от Марка. В детстве я был кем-то вроде гундеркинда. В три года хорошо читал и писал. Читал все подряд. Рядом была хорошая шахтная библиотека. Я был чуть ли не единственным постоянным посетителем. Еще до школы вдоль и поперек изучил большую советскую энциклопедию. Шесть лет странным образом заработал деньги. Купил пятитомную географическую энциклопедию и шикарную архитектурную. А я давно предлагал установить для новичков поясняющие таблички. Восхитительная система ловушек и препятствий. Мелкие на каждый день и для каждого. Крупные для времен и цивилизации. По большому счету с него началась не только история документального кино, но и игрового как такового манифест всем людям, которые хотят распробовать, что такое новое искусство кино. Для него он воспринимал кинематографы, новое искусство как что-то, что позволит смотреть на мир без посредников. Он работает без привлечения профессиональных актеров, без декораций, без сюжета, без сценария. То есть перед вами, дорогие зрители, произведения не литературного искусства, не театрального, не живописи, а не что-то новое, другое, при этом, естественно, опирающиеся на все вот эти древнеархаичные классические искусства, которые были до него. Льюис Кэролл и Хорхе Луис Борхес – знаменитые писатели, фантазеры, философы и мистификаторы сделали Дмитрию Зодчиму весьма щедрые подарки. Так Кэролл дал фильму замысел, основную идею сюжета и целый набор нестандартных приемов для его исполнения. Борхес, в свою очередь, подсказал, как замесить из разнородных ингредиентов фильм «Винегрет» и украсить его «Точно новогоднюю елку» цитатами. Но все-таки и Льюис, и Луис Хорхе были лишены таких технических возможностей, которые есть сегодня у современных выдумщиков. Да и размер зрительской киноаудитории несравнимо больше мелких литературных тиражей прошлого и позапрошлого веков. Помните, из всех искусств самым важным для нас является кино? Итак, режиссер Зодчи замахнулся на целый фильм. Тогда сам собой напрашивается вывод о том, что существует видимый некий кино-отец, оказавший влияние на творчество донецкого самородка. Тогда кто он? Из какой страны? Времени или эпохи? Итак, барабанная дробь, встречайте, собственной персоной легенда мирового кинематографа Эдзига Вертов. Он же самый известный из трех невероятно одаренных братьев Кауфман. Братья Кауфман, ставшие впоследствии известными кинематографистами, родились в конце 19 века в Польше, в уездном городке Белостоке, Гродненской губернии. В то время Польша являлась частью Российской империи, а Белосток, вероятно, был тогда самым большим еврейским городом в мире. В нем при населении в 93 тысячи жителей 78% составляли евреи. Старший брат Давид Кауфман, будущий кинорежиссер Дзига Вертов, родился 2 января 1896 года. Моисей, впоследствии Михаил Кауфман, родился 5 сентября 1897 года. Младший брат Борис, возможно, Бору Кауфман. Согласно кинословарю 1986 года, он родился 24 июня 1906 года. Всех троих мальчиков отдали учиться в русские школы, Давида в реальное училище, Моисея в гимназию. В русских школах старшие братья стали называть себя уже по-русски, Денис и Михаил. Интересно, что они возьмут себе в дальнейшем разные отчества. Вертов будет называть себя Денисом Аркадьевичем, а Кауфман – Михаил Абрамовичем. Помимо школьного образования, братья посещали и музыкальную школу. Денис и Борис играли на фортепиано, а Михаил на баяне. В семье наиболее близким человеком для мальчиков становится их тетя, младшая сестра матери, петербургская студентка Мария Гальперн. Это она подарит Михаилу первый в его жизни фотоаппарат. До этого он делал фотографии с самодельной камерой обскурой. Первым профессиональным снимком Миши стало собственное отражение в зеркале. Он серьезно увлекся фотографией, много снимал, главным образом себя и своих школьных друзей. Вообще, Михаил с детства отличался явно выраженной любовью к технике. Денис же рос возвышенной и поэтической натурой. Он рисовал символические образы, писал стихи, создавал музыкально-поэтические композиции. Особенно любил произведения композитора Скрябина. При этом он включал в свои композиции и реальные живые звуки городской среды. Например, шумы лесопильного завода, находившегося неподалеку от дачи Кауфманов под Псковом. Свои произведения он подписывает псевдонимом Дзига Вертов. Дзига по-украински. Детская игрушка, волчок или юла. В начале Первой мировой войны Кауфманы уезжают в Киев, а затем перебираются в Могилев. Дзигу вскоре призывают в армию. Обладающий тонким музыкальным слухом, Дзига вскоре сочинит слова строевого марша для собственной роты, в результате чего будет направлен военно-кантонистское музыкальное училище в город Чугуев. После февральской революции Вертов решается покинуть Петербург и попытать счастье в Москве. Он поступает на юридический факультет Московского университета, но в конце 1917 года понимает, что римское право еще долго не найдет применения. В таком настроении он окончательно покидает университет. Куда? Беги, беги. Бежать-то некуда. Все дороги ведут в Рим. Михаил после окончания Могилевской гимназии тоже отправляется в Москву. В 1918 году Дзига устраивается на работу в Московский кинокомитет в должности секретаря делопроизводителя. Вскоре он уже заведует киносъемкой. Михаил вступает в Красную армию и служит там в качестве военного шофера, а позднее начальника гаража. Летом 1918 года Вертову было поручено смонтировать хроникальный фильм «Годовщина революции». В это же самое время он женится на пианистке Ольге Товом. Ольга была лично знакома с крупными большевистскими деятельницами Надеждой Крупской и Марией Ульяновой. Работала в их секретариатах, агитпоездах и газете «Правда», сопровождая партийных дам в их многочисленных поездках. С Ольгой Товом Вертов в итоге объехал пол России. Он снимал и показывал непросвещенным массам журналы «Кинонеделя» и «Киноправда». С Ольгой Товом они разошлись в начале 20-х годов. Дзига по этому случаю написал декаданское стихотворение. «Руки требуют, чтобы в единой петле соединила нас на осенней осень». Вертов участвовал в съемках многих важнейших событий переломного времени, подавления Ярославского мятежа, боев под Царицыным, Астраханью и Харьковом, на Южном, Северном и Восточном фронтах. Действий Волжской военной флотилии. Работал в агитационных поездах Крупской, по Волге и Каме. Он снимал легендарных революционных вождей и различные ответственные события. Всероссийские съезды советов, конгрессы Коминтерна, первомайские демонстрации в Москве, митинги против убийства Карла Либнихта и Розы Люксембург. Михаил Кауфман прослужил в Красной Армии всю гражданскую войну. В 1922 году перед самой демобилизацией он работал оператором военной аэрофотосъемки. После увольнения из армии Михаил пришел к брату и был принят на киностудию кинооператором. Довольно скоро он станет лучшим оператором, документалистом и правой рукой Дзиги Вертова и внесет неоценимый вклад в развитие молодого советского киноискусства. Что касается самого Дзиги, то его творчество высоко ценит сам Ильич. Судя по всему, они были знакомы лично. Кто знает, уж не Вертову ли мы обязаны хрестоматийной фразой Владимира Ильича, а важнейшим из искусств. Во всяком случае, когда Дзига заболеет тифом, Ленин лично от своих щедрот пришлет ему все необходимые лекарства и початую бутылку доброго французского вина. После смерти пролетарского вождя именно Дзига смонтирует фильм о его похоронах. Этот хрестоматийный образ, закоченевший, замерзший от горя страны, вид остановившихся фабрик, заводов, поездов и одновременно сотен ревущих гудков, создан был именно Вертовым. Конечно же, без абсолютного и полного доверия со стороны высшей власти страны, такое сверхважное задание Дзиге никогда бы не было поручено. Позднее Вертов создает ленинскую киноправду, три песни о Ленине и другие фильмы о вожде. Несколько раз в разные годы Вертов снимает Сталина. Но Иосифу Виссарионовичу, судя по всему, съемки Вертова не понравились. Вертов первым из кинематографистов понял, кино не должно имитировать обычное зрение. Нужно удивлять зрителя, менять точки и скорости съемки, использовать неожиданные ракурсы, монтировать короткими планами, монтажер Елизавета Свилова, с которой он познакомился еще в 1919 году, была его верным помощником. Она стала возлюбленной, а в 1923 году и женой Вертова. В 1922 году Дзига публикует текст своего манифеста с ярким и жизнеутверждающим названием «Мы», в котором он объявляет о создании группы «Киноки» от слов «Кино» и «Око». И очень похоже на то, что именно Дзига Вертов внедрил в молодой советский кинематограф оккультный одноглазый символизм. А вот этот знаменитый плакат просто копия Бафомета. Посмотрите сами. А на плакате к фильму «Одиннадцатый» о шахтерах Донбасса и на плакате к фильму «Энтузиазм. Симфония Донбасса» четко просматривается основной каббалистический символ «Эйнсов», о котором я уже упоминал неоднократно в своих роликах. Кстати, и у Зодчего в фильме «Замысел» этот символ каббалистов встречается неоднократно. Но об этом в другой главе. Киноки под руководством талантливого режиссера снимали быстро, необычно и дерзко. Они старались приезжать к месту происшествия как можно быстрее, желательно раньше пожарных и милиции. Практически они тогда и сформировали весь будущий стиль отечественной оперативной кинохроники. Слава о киноках быстро разлетелась по Москве. Для Михаила середина 20-х годов была временем полного взаимопонимания с Дигой. Он осуществлял самые невероятные и фантастические идеи брата. Они практически все время проводили вместе. Не спали случайно? Все вы спите. На обороте одной из совместных фотографий рукой Михаила написано «Братство». «Братья Кауфманы» хотели снимать новую революционную жизнь, улавливать хруст старых костей быта под прессом революции. Никаких инсценировок. Жизнь врасплох. В киноглазе Дзига с Михаилом одни из первых в кинематографе смогли обратить время вспять. На экране перед зрителем предстает уже разделанная коровья туша. Но вдруг, самым невероятным образом, она начинает снова превращаться в быка, мирно пасущегося в стаде. Румяные булки превращаются сначала в тесто, затем в муку, зерно и, наконец, пшеницу, красиво колосящуюся в поле. Для зрителей того времени эта инверсия была настоящим чудом, а сегодня это излюбленный прием от культистов. До Вертова и Кауфмана российский кинозритель не видел ничего подобного. Технические и художественные находки и приемы братьев Кауфман неизменно удивляли, шокировали и завоевывали сердца неискушенных зрителей. В киноглазе Михаил показал себя мастером, способным при помощи камеры реализовать совершенно удивительные эффекты. Подпрыгнувшие вверх люди у него вдруг зависают в воздухе. Автомобили и трамваи мчатся с невероятной скоростью или мгновенно останавливаются и внезапно застывают. Спортсмены ногами вверх выныривают из воды и вопреки силе тяготения взлетают обратно на спортивные вышки. Всю аппаратуру для этих невероятных съемок Михаил придумывает, изобретает и конструирует сам из подручных материалов. Например, из банок от любимого сгущённого молока. Тебе что намазать? Мёду? Или сгущённого молока? И того, и другого. И можно без хлеба. Я вообще не понимаю, каким образом это всё было сделано в тех условиях, в которых они существовали. Потому что тяжёлые камеры, камеры, на которые все обращают внимание, потому что тогда оператор это был как, я не знаю, ну как сейчас, по крайней мере, президент, то есть на него внимание обращали не меньше, чем если бы сейчас там кортеж появился бы, президент, на улице. То есть это было примерно по ажиотажу то же самое. Кумира абсолютно. У них плёнки было, я не знаю, секунд на 30, на 40. И ты должен что-то такое поймать. Ты сейчас, на обычную, это камеру, в которой можно снимать 2-3 часа без перерыва на карточку, ты сам с трудом можешь поймать из жизни что-то интересное. У этих было всего минута, даже меньше, а они сняли целую эпоху. Они там лежали под поездом, висели на подножках, что-нибудь там только не делали, забирались на эти самые, на трубы со высоты, чтобы снять какой-то один кадр. Рисковали абсолютно безумно, потому что там видно, что они вообще без страхов, без всего, просто с риском для жизни снимают. А параллельно они ещё снимали, как они снимают, как это происходит. То есть зритель мог видеть, как эти безумные кадры, которые сняты, каким образом они ещё снимались. Потому что второй оператор, они ещё брали второго оператора и снимали, как этот оператор снимает то, что потом видит зритель. То есть абсолютно фильм о фильме. Уровень этого монтажа, он на сегодняшнем уровне. Но при этом сейчас есть компьютеры, ты при этом за пять секунд можешь переставить кадрики так, 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 загнать кучу материалов, посмотреть так, потом так, вариант так. А у этих висела плёнка. Плёнка по два, по три, по четыре кадра. Это было завалено всё этой плёнкой. И ты плёнкой это склеивался. Причём-то я не был у скотча. Тогда мазали этим клеем. Вот, клеем это склеивали. Потом ты это смотришь. Это не то. Потом ты это должен обрезать, делать, брать эти новые кадры. Это же не компьютер. Тебе нужно опять напечатать всё это, опять вставить. То есть я вообще не понимаю, как при этих условиях можно сделать такой сложный монтаж. Там всё мелькает. То есть ты сегодня, спустя сто лет, можешь перелететь сто лет назад и прямо окунуться в эпоху 20-х годов Москвы. Причём не просто там на улице оказаться. Потому что там они снимают и квартиры, и быт людей, и рынки, и улицы, и бездомных. Настоящих бездомных. То есть ты абсолютно просто полное ощущение, что ты сейчас находишься в 20-х годах, ты там живёшь. Кино, в общем, для... Очень важно для тех людей, которые хотят свернуть горы, которые в себе это чувствуют, и которым нужны вот эти примеры, ориентиры, на которые вот... Пример, на которые можно, в общем, равняться. Это, например, очень интересный кадр, когда всё пространство кадра делится на две части, и сверху появляется человек, снизу у нас изображение камеры. Это называется двойная экспозиция. Как это снято самое главное? Есть объектив. Просто берём какую-нибудь бумажку и до середины закрываем объектив. Камера снимет только то, что, соответственно, попало в верхнюю часть кадра и проэкспонирует плёнку именно на это количество света, которое попало вот так вот сверху. Потом плёнка заряжается ещё раз, и уже снимается что-то, что попадает в нижнюю половину кадра, то есть с точностью до наоборот. Сверху ставится какой-то вот так вот предмет, и экспонируется уже другая половинка кадра на плёнке. Что из этого получается, можно видеть прямо здесь. У нас кадр разделён на две части, сверху человек, снизу камера, и это, в принципе, уже очень круто. Это шаг к спецэффектам будущего. Ещё один крутой фрагмент здесь, когда мы сначала видим изображение самого кадра, а потом этот кадр как бы обретает жизнь, крутясь в проекторе и создавая из просто статичного кадра живую картинку. Вот это очень, мне кажется, впечатляло людей тогда, сейчас тоже, когда мы просто видим кадр оживающий, но теми средствами, не современной графикой, а теми средствами, которые были просто под рукой. Просто остановить кадр, снять его на какое-то время и его же потом прокрутить. Мне кажется, это очень круто, когда находятся способы сделать эффект вот руками. Practical effects, это называется сейчас. То есть сделать какой-то спецэффект из подручных материалов. Ещё один приём операторский, который разошёлся потом в современных фильмах, я думаю, вы его видели сотни раз, это голландский угол, так называемый. Просто наклоняем камеру чуть-чуть, и чтобы это не было, чтобы это не выглядело, как просто заваленный горизонт из-за неопытности, то наклонять нужно очень сильно, ну, градусов 30 хотя бы. Здесь прям под 45 даже уходит голландский угол. В общем, очень круто. Привет, Гай Ричи, который часто использует. Что? Фильм рок-н-ролльщик? Нет, Дзига Верта. Кадры, самое главное, очень короткие. Здесь монтаж существенно ускоряется. Ускоряется вот он именно до этого момента, этот монтаж, когда кадрики просто по одному нарезаются, и с такой скоростью нам демонстрируются. Тогда, в 29-м году, это сделать было безумно сложно. Это сейчас мы можем просто взять, там, нарезать как хотим, с какой угодно, там, чистотой эти кадрики, перемешать друг с другом, посмотреть так, не понравилось, переставить, посмотреть так, еще раз, и многократно это все менять. В 29-м была пленка, ты режешь пленку на маленькие кусочки, стыкуешь, смотришь, не нравится. Опять расклеиваешь, переклеиваешь, как тебе хочется, еще раз. Ну, в общем, это колоссальные трудозатраты. Очень круто, что тогда люди это делали, вот, прям своими руками, без всяких компьютеров. Это очень круто, и это настоящее кино. Slow motion, или так называемая замедленная съемка, ну, на самом деле, это все замедленное воспроизведение, было уже и до Вертова. То есть, когда люди только начинали снимать на пленку, это первый же эксперимент, что будет, если крутить пленку быстрее, с частотой в 4 раза больше, чем стандартное количество кадров в секунду, а потом воспроизводить это с обычной частотой кадров. И что и при этом получится? Еще один кадр с двойной экспозицией, ну, тут уже работающий именно на историю, именно на ту задумку, которая в этом фильме есть. То же самое, несложно это сделать, просто у вас предмет, которым вы закрываете объектив, какой-то просто сложной формы, круглой, или той формы, просто, которой вам нужен, вы надеваете, сначала один раз прогоняете через него пленку, засвечивается и экспонируется только одна часть кадра, а потом эту же пленку вставляете второй раз и снимаете окружение для нее. И получается двойная экспозиция, когда кадр один накладывается на другой, тоже очень круто. Данная техника называется стоп-моушен, вы ее, возможно, видели из современного, наверное, это остров собак Уэса Андерсона, который снят в стиле такой кукольной анимации. Как она делается, и как сделан вот этот кадр? Берется статичный объект, снимается, ну, буквально, там, на пару секунд, потом человек подходит, передвигает его в другую позицию, отходит, снимается опять, там, пара секунд, опять подходит, передвигает, отходит, опять снимает. Сколько времени ушло на создание вот этих, например, там, пяти секунд, это, наверное, те же самые пять часов или и того больше, то есть, сколько разных движений нужно подснять, а потом намонтировать еще по кадрику, отрезав все эти движения. Получается вот такой клевый эффект, который мы видим здесь, и, например, все кукольные мультфильмы, как я уже сказал, снимались по такой же технологии. Вот еще один пример очень крутой двойной экспозиции, который работает именно на задумку режиссера, что, хотел сказать он именно этим кадром, в принципе, понятно. Человек с камерой снимает, наблюдает за всеми прохожими, он, как бы, становится свидетелем всех этих событий, но рассказать это вот так вот, с помощью такого эффекта, это вдвойне круто, и смотрится сейчас на удивление свежо. Чтобы запечатлеть индустриальную поэзию на экране, Михаил без всякой страховки проводит съемки на огромной высоте, стоя на крюках подъемных кранов, забирается в ковши для бетона, мчится с камерой на полном ходу над резиной и на подножке паровоза. Во время съемок в металлургических цехах он так близко подходит к домнам, что у него сгорают подошвы ботинок, а плечи вскоре покрываются язвами от попавших на них брызг расплавленного металла. Вообще, Дзига Вертов и Михаил Кауфман абсолютно отчаянные парни и настоящие профессионалы своего дела. После Киноглаза Вертов становится культовой фигурой в советском кино. Его фильмы имеют яростных сторонников и неистовых противников. Критики его хвалят и низвергают. Художники рисуют на него шаржи, а родная студия вдруг берет и увольняет. За бесплановость в работе и несоблюдение сметы Дзига Вертов, Михаил Кауфман и Елизавета Свилова вынуждены уехать из Москвы. Следующие три с половиной года они живут и работают в Украине. Главным образом в Киеве и Одессе. Время бежит, а братья Кауфман с трудом сдерживают разрастающуюся между ними неприязнь. Михаилу не нравится многое из того, что делает Дзига. Это главным образом эстетические расхождения, но они вскоре неминуемо переходят и на их человеческие отношения. Михаил профессионально и интеллектуально давно созрел для самостоятельной работы. Он хочет снимать свое собственное кино. Ему по душе рискованные съемки, в которых он ловит кураж от собственной смелости и мастерства. Брат мешает ему, подавляет и сдерживает развитие его индивидуальности. В результате братья навсегда разошлись в творчестве. Их отношения и в жизни уже никогда не будут столь сердечными, как раньше. Но отдадим должное и Дзиге, ведь это он задумал и осуществил этот шедевр. Полнометражный неигровой фильм «Человек с киноаппаратом». Термин «неигровое кино», кстати, ставший ныне общепринятым среди кинематографистов, тоже принадлежит Вертову. А фильм «Человек с киноаппаратом», далеко обогнавший свое время, вошел в десятку лучших неигровых фильмов всех времен. Интересно, что к моменту выхода на экраны фильм многим не понравился. Критики всех мастей буквально обрушились на картину и яростно обвиняли актеров в игнорировании интересов пролетариата, безвкусицы, формализме и высокомерии. Этот самый гениальный фильм Дзиги Вертова одновременно и самый обруганный его фильм. Вертов откровенно презирал игровое кино и считал его опиумом для народа, отвлекающим массы от социальных проблем. Отстаивая свою позицию, он вступил в конфронтацию с Эйзенштейном и другими известными лицами того времени. Лиля Юрьевна Брик, муза русского авангарда, даже сняла оппозиционный относительно творчества Вертова фильм «Стеклянный глаз». Вертов все же отстоял свой фильм, который долго не пускали из-за конфликта в прокат. Обосновывая это тем, что зритель не поймет фильма, фильм вышел. Он принес Вертову мировое признание. Дзига победил. «Симфония Донбасса» или «Энтузиазм» стал для Дениса Кауфмана и молодой страны советов первым звуковым документальным фильмом. В нем Вертов воплощает свои мечты о звукозрительном синтезе, с которым он начал экспериментировать еще в Белостоке. Помните опыты с музыкой Скрябина и реальными шумами лесопилки. Впоследствии этот метод получит название конкретной музыки. Вертов гениален в этом фильме. Его образы достигают поистине психоделической выразительности. Чаплин, посмотрев «Симфонию Донбасса», называет фильм «одной из самых волнующих кино-симфоний, которую я когда-либо видел и слышал». Вертов искренне пытается угодить власти и соответствовать духу времени и эпохи. Но вот самой власти он уже почти не нужен. Вышедший на экраны фильм «Три песни о Ленине» имеет большой успех, но очень быстро сходит с экранов. Вертов так никогда и не понял, почему. В 1934 году в Большом театре отмечают 15-летие советского кино. Вертова награждают странной, хотя и боевой наградой – Орденом Красной Звезды. Дзига всю жизнь носит его на груди, правда, с внутренней стороны пиджака. Предположу, что в перевернутом виде, чтобы никто не видел. В 1938 году Дзига снимает свой последний значительный и заметный фильм «Колыбельное». Наконец реализуется его давняя мечта сделать фильм о женщинах. Фильм был выпущен на экраны, но через 5 дней снят с проката. Для Вертова это настоящая катастрофа. Впрочем, Дзиги, как и в Первую мировую войну, снова отчаянно повезло. Ведь в эти смутные для страны годы его вполне могли расстрелять. Например, за третьего брата Бориса, живущего во Франции. Но обошлось. Во время войны Вертов был эвакуирован в Алма-Ату. Они с Елизаветой Свиловой выехали из Москвы последними из кинематографистов. Он неоднократно просился на фронт, но его не пускали. В Казахстане Дзига сделал несколько фильмов, изуродованных цензурой. Монтировал фронтовые киножурналы, пытался создать творческую лабораторию, но этот замысел, как и все другие, не был реализован. Дзига Дзига Вертов больше не был нужен власти. Его последний фильм «Тебе фронт», сделанный в конце 1943 года, получает третью категорию и выпускается в очень ограниченный прокат. Дзиге приказано оставаться в Москве. Его жена Елизавета Свилова еще более полугода пробудет в Алма-Ате. Последние 10 лет Вертов работает в киножурнале «Новости дня», который был воплощением всего, что он ненавидел. Официозности, помпезности, фальши. Максимум, что ему давали делать, это отдельные сюжеты для киножурнала, а потом лишили и этого. Вертов окончательно замкнулся в себе и почти не выходит из дома. По ночам во время бессонницы он вспоминает прошлое и делает записи в дневнике. Фотографий последних 15 лет его жизни почти нет. Он больше никому не интересен. Когда однажды его спросили, как он себя чувствует, он ответил «Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь». Дзига Вертов умер. Далее он заболеет раком желудка. О судьбе Бориса Дзига и Михаил долго почти ничего не знали. Контактировать с братом, живущим в капиталистической стране, было смертельно опасно. В начале 50-х годов Дзига снова подружится с Михаилом, его молодой женой и сыном. Это единственное, что скрасит его одиночество и последние дни. Через три месяца после начала болезни, 12 февраля 1954 года, Дзиги Вертова не стало. Если Борис старался вместить вечность в формат короткого эссе, рассказа или стихотворения, то Дзига Вертов каждый кадр кинопленки и каждую считанную секунду времени сумел запечатлеть в вечности. При помощи специальных приемов съемки и монтажа он превратил документальное кино в непрерывный психоделический эксперимент, в котором принимала участие вся молодая страна, а за ней весь мир. Вертов и его киноглаз это своеобразный генератор невиданных ранее смыслов и небывалых до сего времени образов грандиозных свершений новой индустриальной эпохи. При помощи созданного им киноязыка Вертов воспевает станки и машины так, как обычно поэты воспевают бурю и грозу. Стальные поршни и маховики под чутким руководством человека-волчка двигаются на экране в четко заданном ритме, словно в дивном механическом танце, завораживая сознание массового зрителя и вызывая у него гордость за сопричастность к великим процессам и изменениям. Правда, поэтизируя и очеловечивая неодушевленные предметы и механизмы, Вертов словно не замечает, как все меньше и меньше значения в этих процессах для него имеет отдельно взятый человек со своей тонкой душевной организацией и индивидуальными переживаниями. Маховик времени запущен и его верный кинопастырь Дзига Вертов, искусно поддающий жару разгоняющемуся составу, конечно же действует не сам по себе, а в рамках четко заданной программы кукловодов. Не верите? Смотрите сами. С чего начинается самый первый фильм Дзиги Вертова? До с пьяных танцующих крестьян с детьми. А музычка то какая! Заслушаешься! Ну как русскому человеку может такое не понравится? Вот где настоящая пропаганда пьянства! Кстати у Дмитрия Зодчева как и ранее у Дзиги Вертова сквозь конву сюжета прорывается слабо сдерживаем призрение по отношению к самому обычному русскому человеку недаром на роль мыслителей в фильме зочи пригласил трех завзятых алкашей видимо по его мнению это и есть предел мыслительных способностей сегодняшних жителей русского пространства все кто это затевают затевает вот это все этим людям я адресовываю или вот еще момент каким интересным образом дзиги разрешили показывать на большом экране пиписьки мальчишек пионеров а как вам роды прямой наводкой во весь экран слабонервным и стеснительным не смотреть лиха беда начала как говорится не отсюда ли растут ноги новой нормальности размывания традиционных ценностей и откровенной пропаганды порнографии кто-то возможно скажет что это отдельно взятый кинохудожник просто взял и вышел немного за рамки допустимого а я отвечу знаете чем дизайнер отличается от свободного художника дизайнер вынужден проявлять свои таланты в рамках четко обозначенной маркетинговой стратегии и основная его задача это создание ярких но понятных для аудитории образов решающих совершенно конкретные бизнес цели и задачи посмотрите работы дзиги вертова сейчас спустя сто лет чтобы увидеть гениальное документальное кино иногда с оттенком ошеломляющего цинизма совершающие беспрецедентные манипуляции сознанием десятков миллионов неискушенных зрителей дзига вертов буквально взломал массовое сознание и внедрил в него новый вид искусства кино без сценария без профессиональных артистов без декораций он вкрутил болт в головы советского гражданина в принципе дзига вертов и его кино это лучший образец для людей которые хотят свернуть кино горы она масштабно она революционно она не знает преград она пример создания принципиального нового вида искусства и наконец я расскажу вам одну удивительную историю было и есть в русском языке слово вертеть от него далее возникло слово вертмен а далее она путем эволюции менялась упрощалась и так превратилась в итоге в привычное и понятное нам слово время так что дзига вертов в своем псевдониме изначально заложил одно из важнейших понятий с которым планировал проводить эксперименты на экране и как любому новатору в искусстве ему конечно же очень хотелось оставить во времени свой яркий запоминающийся след и ему это безусловно удалось дзига вертушка дзига волчок вертов вращение вертов время в общем дзига вертов выбрал просто идеальное имя для документалиста стремящегося в своих работах запечатлеть время кино это запечатленная вечность вечность в кратких эссе борхеса секунды запечатленные вертовым и оставшиеся в вечности для любого творческого человека всегда важно оставить что-то после себя что не сгорит до конца в кострах времени и однажды проявится снова как птица феникс но они тоже позже вертов создавал свой совершенно новый кино язык очищены от какого-либо влияния литературы театра и других видов искусства режиссер зодчий видимо тоже ищет свой язык ведь наступающие дивные времена ядерных закатов снова требуют неординарных решений да и зритель сегодня весьма избалован не так ли да что там избалован он уже развращен и откровенно пресыщен зрелищами пример дзиги зодчего конечно вдохновляет тем более что речь идет аж а переформатирование сознания людей живущих в русском пространстве как говорил андрей тарковский с появлением документального кино человек получил свои руки матрицу реального времени каждый кадр это живая история обретающая на глазах документальное подтверждение имен и событий на мой взгляд зодчи по-любому лишь инструмент в чьих-то руках отнюдь не свободный художник так же как и искусственный интеллект это всего лишь цифровой инструмент за которым скрыты чьи-то конкретные бизнес интересы как и за любыми подобными проектами и технологиями дзигой управляли и направляли его творчество в нужное русло в итоге он пришел к манифесту мы вы только послушайте текст этой декларации зачитаю не полностью ссылка будет в описании цитирую мы называем себя киноками в отличие от кинематографистов стада старьевщиков недурно торгующих своим трепьем мы не видим связи между лукавством и расчетом торгашей и подлинным киночеством психологическую русско-германскую кинодраму оттяжелевшую видениями и воспоминаниями детства мы считаем нелепостью американской фильме авантюры фильме с показным динамизмом инсценировками американской пинкер товщины спасибо за быстроту смен изображений и крупные планы хорошо но беспорядочно не основана на точном изучении движения ступенью выше психологической драмы но все же без фундамент на шаблон копия с копией мы объявляем старые кинокартины романсистские театрализованы и прочие прокаженными не подходите близко не трогайте глазами опасно для жизни заразительно мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего смерть кинематографии необходимо для жизни киноискусства мы призываем ускорить смерть ее мы протестуем против смешения искусств которое многие называют синтезом смешение плохих красок даже идеально подобранных под цвета спектра даст не белый цвет а грязь мы очищаем киночество от примазавшихся к нему от музыки литературы и театра ищем своего нигде не краденого ритма и находим его в движениях вещей мы приглашаем вон и сладких объятий романса из травы психологического романа из лап театра любовника задом к музыке вон в чистое поле в пространство с четырьмя измерениями 3 измерения плюс четвертое время в поиске своего материала своего метра и ритма психологическая мешает человеку быть точным как секундомер и препятствует его стремлению породниться с машиной у нас нет оснований в искусстве движения уделять главное внимание сегодняшнему человеку стыдно перед машинами за неумение людей держать себя но что же делать когда безошибочные манеры электричества волнуют нас больше чем беспорядочная спешка активных и разлагающая вялость пассивных людей нам радость пляшущих пил на лесопилке понятнее и ближе радости человечих танцулек мы исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями наш путь от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку скрывая души машин влюбляя рабочего в станок влюбляя крестьянина в трактор машиниста в паровоз мы вносим творческую радость в каждый механический труд мы родним людей с машинами мы воспитываем новых людей новый человек освобожденной от грузности и неуклюжести с точными и легкими движениями машины будет благодарным объектом киносъемки развинченным нервам кинематографии нужна суровая система точных движений киночество есть искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и времени мы в поисках киногаммы мы падаем мы вырастаем вместе с ритмом движений замедленных и ускоренных бегущих от нас мимо нас на нас по кругу по прямой по эллипсу вправо и влево со знаками плюс и минус кино есть также искусство вымысла движений вещей в пространстве мы приветствуем закономерную фантастику движений на крыльях гипотез разбегаются в будущее наши пропеллерами вертящиеся глаза да здравствует поэзия двигающей и двигающейся машины поэзия рычагов колес и стальных крыльев железный крик движений ослепительные гримасы раскаленных струй именем первого организационного собрания киноков зига вертов до знатная ересь про симбиоз человека с машиной про любовь колхозника к трактору это какой-то новый вид вообще отклонений да есть такое где-нибудь медицинских справочников никто не знает наверное скоро появится любовь с роботом фильмах же показывают вон к примеру было же фильм как же я машин вот фильм капец он там спал с роботом зачем ты наделил ее половыми признаками ведь роботу пол не нужен у нее между ног отверстие с обилием сенсоров и при должном воздействии поступает реакция удовольствие так что захоти ты ее поиметь ты мог бы и ей понравится ты тоже когда-то был таким запрограммирован нет никто меня не программировал ты за себя решил бред конечно ты запрограммирован природой и воспитанием или тем и другим я уже молчу про сериал мир дикого запада где живые посещали этот парк для того чтобы потрахаться с роботами вот это вот примерно то же самое только это 1920 ребята любовь тракториста к трактору воспевают это не просто ересь выведение нового типа человека но не с человеческими качествами а с механистическими удобными системе ты чего тебе в этом не кто ты такой чтоб оценивать систему отвергается чувство отвергается человечность если тот же эйзенштейн показывал именно живую реальность то у этих киноков отвергается все что основано на чувствах все живое если мы смотрим с позиции тех кто за этим зиганутым стоит то это ровно те же мировые планы что и сейчас мы эта позиция тех кто за кулисой а давид зигавертов кауфман их рупор от заведенного патифона сегодня в россии внедряется социальный рейтинг под все тем же названием мы эта система алгоритмов которая по ряду критериев оценивает полезность человека для государства после чего гражданину присваивается соответствующий уровень в рейтинге налаживается всего потихоньку лет 7 назад отменили отчество на днях вышел закон отменяющий имена каждый получит персональный номер теперь удобно будет а то ходила куча одинаковых андреев татьян до степанов вспомним что в далеком 1920 первым в этом направлении был евгений замятин со своей антиутопией мы там также предполагалось делить россиян на классы по признаку полезности для государства они то ли эта система каст полезность которая нам пытается подсунуть зочи наведите порядок в кастах каждый должен быть на своем месте рабочий трудится и растить детей делец питает и распределяет воин защищает и управляет зочи точно такой же рупор глобалистов поклоняющихся люциферу они которые мы в течение ста последних лет не изменили своих целей более того именно сейчас они подошли вплотную к тому самому моменту когда им кажется что они вот-вот достигнут этих целей человек служебный человек цифровой сто лет назад они называли его электрически через дигу вертова поскольку электричество тогда было в светом в окне именно дига вертов под протекторатом ленина продвигал электрификацию к сожалению это не ересь а четкий план порабощения человечество меняется только приманки и обертки от конфет для профанов а цели остаются те же и это страшные безумные цели мы это лучшая краткая формула для подмены понятий на русском пространстве система дала диге невероятные возможности для реализации своих планов в нужном русле а когда он все сделал сломала вертушку переживала волчка и выплюнула бездыханное тело без малейшего сожаления система сложнейший механизм самодеятельность недопустимо помните у маяковского единица кому она нужна голос единицы тоньше писка кто ее услышит разве жена это если не на базаре а близко все эти люди кэрол борхес дига маяковский знали насколько сильная идея влияют на умы и владели искусными инструментами в первую очередь для создания идей произведений и ярких образов внутри себя это мышление фантазия и воображение во вторую очередь художественными инструментами творца это уже талант опыт художественные навыки а также среда и обстоятельства в которых творит художник среда и обстоятельства что у кэролла что у борхеса что у вертова дали им возможность творить но на определенных условиях очень конкретных и жестких у кэролла в его университете было все необходимое для его творчества у борхеса очевидно поддержка определенных кругов или скорее треугольников у дзиги в начале его пути было вообще все все о чем только может мечтать начинающий кино режиссер он в рамках поставленных перед ним цели и задач мог самовыражаться творить искать себя привносить какие-то ноу-хау киноаппарат монтажная аппаратура любая помощь и как непаханное поле огромная страна и миллионы зрительских душ жаждущих хлеба и зрелищ пока настоящий пастыри стоят в тени дзига загонщик трудится не покладая рук конечно сам он фанатично верит в то что делает ведь кто-то свыше вложил в его голову мысли о грандиозности предстоящих свершений но вернемся к тому кто назвал себя зодчим где фильме замысел его личные идеи его персональные таланты где его личное воображение и что мы знаем о нем вообще кое-что уже знаем про деньги и преданную любовь к ним знаем про справочник монетный может зодчий практически в одиночку что-то сотворил как борхес как дзига за ним безусловно стоят как всегда в голову фанатика уже вложены идеи ему даны средства и возможности чтобы принять эстафету он даже саму легенду появления идеи стырил у борхеса тот все говорил про вспышки и озарения но случай зачем это очень неправдоподобно хотя и очень удобно где прежние озарение зодчего где начало и продолжение его творческого пути где хоть что-то личное от режиссера зодчего в его замысле основная легенда дмитрия зодчего для круга близких это то что сценарий ему приснился позвольте но эта мазь под названием приснилась во сне предназначена для профанов ибо наполнение простенького на первый взгляд сценария тьмой ребусов оккультных символов и фраз взятых от разных личностей из разных времен во сне присниться не может такое ощущение что собиралась все через нейросеть вертов был настолько талантлив что ему мешал сценарий он намеренно не выкладывал никаких словесных конструкций заранее во первых избегая плагиата во вторых опасаясь что у него начнут красть идеи и образы сложно представить как он все это сводил без сценария как в этом ориентировался но это именно тот творческий процесс который описывает борхес когда что-то появляется из ничего из хаоса в процессе у дзиги прямо пунктик на этот счет а вот зодчи сам внутри себя чем наполнен уже очевидно что он взял чужие идеи навес как когда-то покупали гвозди и воспользовался новейшими технологиями и пошел-поехал процесс под названием я его слепила из того что было и вот уже четыре года все пытаются уловить мысль гениального художника нового времени дмитрия зодчего а ведь наиболее внятные его мысли изложены вовсе не фильме а в его так называемом первом интервью сделано в пещере посреди донецкой степи в 2020 году там и прорывается его нескрываемая ненависть к русским а через его странный фанатизм проглядывают уши тех кто дал ему возможность творить точнее пока это всего лишь проба пера разминка мышц и репетиция в преддверии будущего спектакля режиссер дмитрий зодчи ждет обещанного ему кем-то наступления на наш старый привычный мир мастер зодчи спит и видит во сне апокалипсис цитирую у нас везде красиво где наш человек не влез и ничего не построил наш это который думает и говорит на русском тот который всюду строит руины речь именно русском пространстве и проекте который будет построен на его просторах и вместо уродливых руин российской федерации русский человек сможет преобразиться только тогда когда ангелы вышибут прикладами автоматов двери значимые лечебные процедуры гражданская война громкая фаза битвы конца внешняя интервенция потери территории и части населения замысел создавался не ради зрителей и не с целью кому-то понравится мои задачи планирование строительства нового на руинах старого от смысловых оснований до визуальных воплощений концептуальный дизайн если так будет понятней а также выявление и подготовка тех кто будет строить а в это время интервьюер по фамилии три губов спрашивает зодчего а что если люди не примут ваш проект будущего допустим по какой-то причине не понравился им зодча отвечает своей пещере а у них никто спрашивать не будет мы ничего не предлагаем а лишь уведомляем те кому не понравится будут выброшены на обочину дальше за горами горя нас ждет настоящая русская осень во всей красе это пронизывающие ветра ядерный закат и сумерки захватывающие дух там и свержение лжи и торжество правды цитата закончена ссылку на полное интервью оставлю в описании к ролику вот только мы в интервью зодчего это не зодчие русские с точностью да наоборот и что печально даже нельзя сказать что фильм замысел это полная г иначе бы столько ищущих и мыслящих не зависли в этом я сам в том числе в том-то и замысел друзья в том-то и замысел главное назначение этого шедевра это красивая продуманная ловушка для умных плюс тестирование технологии искусственного интеллекта тех самых новых инструментов о которых говорит зодчий в интервью фильм имеет определенное количество целей каждая в своей отрасли об одной из них сказал выше есть и внешняя видимая цель добиться посредством звука изображения и других инструментов того чтобы шестеренки в головах заерзали заскрежетали и начали вращаться и вот этот самый инструмент оказался в руках у купца любителя из донбасса посмотрите что происходит они которые мы выкладывают фильм и народ писает кипятком ах какой талант у зодчего и это наглядно доказывает сегодня можно показывать что угодно зрители не способны мыслить критически и анализировать кинопродукт в головы масс опять можно вкладывать любые идеи и вкручивать любые шурупы и управлять как и сто лет назад сегодня технологии вытеснили талант окончательно замысел фильм проектирующий будущее это есть ответ на то кто есть сам зодчий он это пилот самолета направленного в башню нашего старого мира виртуальный пилот самолета разрушающий наши мозги им которые мы очень нужен хаос наших мозгах именно так они стирают все старое а потом они начнут внедрять туда свои образы кино это последняя появившаяся из искусств но по влиянию она самая мощная и влиятельная так как впитала в себя все предыдущие искусства можно конечно поспорить с этим утверждением ведь сегодня игровая индустрия стремительно принимает эстафету первенства захвата внимания наши чувствительные каналы восприятия отличаются друг от друга по силе воздействия на них извне радиореклама например задействует только аудиальный канал поэтому если в первые рекламные секунды ничто не зацепило уши рекламной аудитории то уже и не зацепит слушатели уже переключили свое внимание на что-то другое более интересное для них а вот музыка влияет на человека невероятно сильно поскольку построена на гармонических созвучьях и даже имеет сюжет мелодию которая влияет на наши эмоции воображение и духовное наполнение а это на порядок выше чем влияние на ум поэтому даже бездарный текст положенный на удачную музыкальную композицию не останется незамеченным зрительный контакт с объектом обладает несравнимо большим воздействием на нас по сравнению с аудиальным но он не всегда информативен другое дело если это визуализация имеет сюжет двигается на экране сопровождается голосом диктора за кадровым текстом и музыкой это телевидение и все-таки при просмотре обычных теле сюжетов мы все еще достаточно сильно контролируем процесс даже в театре испытывая бурю эмоций мы все равно понимаем что это театр это актеры играющий роль что наша игра другое дело кино она задействует все имеющиеся каналы воздействия на зрителя и сильнейший из них ассоциативный канал восприятия информации кино выключает наше ощущение реальности и уносит нас в вымышленные миры именно кино является наиболее привлекательным инструментом воздействия на массы с точки зрения тех кто управляет вниманием зрителя а теперь поясню как мы вышли на давида кауфмана вертова в сообществе донфильм вконтакте под одной из моих первых распаковок к фильму замысел от 2 августа 2020 года до сих пор висит пост от некоего андрея патрушева пост не удаляется и реакции на него никакой нет адекватные со стороны дмитрия зодчего и так кавычки открываются было расследование в телеге этот замечательный человек даниэль танай танай от слова строить или что-то подобное краткая справка тана и это еврейские мудрецы эпохи составления мишны начиная со времен конца второго храма и до окончательной редакции мишны что примерно соответствует первому второму веку мишна с иврита переводится повторение это древнееврейский сборник законов первый письменный текст содержащий в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма тана по-арамейский учитель ты будешь моим учителем учителя это низшая форма передатчиков знаний тот бред что кишит в их головах и знаниями то не назовешь они читают и заучивают не понимая смысла приучают к системе завышают сердце и заставляют слушать желудок избегает они за раз передачи ки знаний эпоха танаев длилась чуть более 200 лет но была насыщена историческими событиями которые изменили не только облик иудаизма но и ход всей мировой истории даниэль танай маленьким его украли донецкие цыгане и перекрестили в дмитрия купцова фамилию буквально чуток изменил на всякий случай а родители в скорби и безысходности в 90-х уехали на пмж на обетованную в середине двухтысячных его нашла родня через нанятых донецких бандитов и сыщиков но уезжать в израиль он отказался так как тому времени уже был достаточно в знаниях что где родился там и нужно топать по жизни творческий псевдоним дмитрий зочи известен хорошо в определенных кругах донецкой области фотки выкладывать не буду кто очень захочет сам сможет раскопать если напрягется прошу дмитрия николаевича меня понять и простить если что все равно рано или поздно вся инфа всплывет кавычки закрываются еще тогда почти четыре года назад я написал этому патрушеву и спросил ссылку на то расследование в телеге и знаете что он мне ответил что у меня недостаточно регалий для того чтобы он со мной этим поделился как вам такое нравится да и куда там простым осенизатором до реформаторов русского пространства которым достоверно и известно как она там на самом деле да вот только смотрите не захлебнитесь собственных испражнениях когда осенизаторы завершат свою работу и так купец с немецкого как один из вариантов перевода означает кауфман немецкий язык составляет основу пси программирования у иллюминатов но самое главное это же фамилия только с одной буквой n на конце она уже еврейская кауфман вспоминаем из поста патрушева маленьким его украли донецкие цыгане и перекрестили в дмитрия купцова фамилию буквально чуток изменил на всякий случай кауфманов в россии полным полно это гений искусств различных то миллионеры и члены инвестиционных фондов то просто какие-то беспредельщики украинские заимевшие свой карман целые аэропорты и прочее на украине и самые яркие талантливые представители недавнего прошлого этой вымышленной еврейской фамилии это братья кауфман и в общем я считаю что пост от патрушева в вк и первое интервью зодчего в донецкой степи это часть проекта от любителей многоуровневых треугольных шарат она сегодня друзья мои виртуальные более чем предостаточно и можете кидать в меня свои гнилые абрикосы которые я так успел полюбить за все эти годы всех обнял желающий мстить должен рыть две могилы тому кому мстишь и себе весь вообще-то женщина нехорошая с ней лучше не связываться под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой во время своего последнего большого интервью части 1 на временной отметке 16 минут 40 секунд дмитрий зодчий говорит я же считаю что в россии далеко не все хорошо но не собираюсь никуда уезжать я хочу чтобы здесь произошли серьезные изменения в это самое время в правом нижнем углу кадра в зеркале появляется кто бы мог подумать а небесный иерусалим а дмитрий зодчий продолжает свою мысль когда я смогу сказать вот теперь в россии действительно все хорошо часть зрителей считает что это образ не небесного иерусалима а асгарда скандинавской мифологии асгард это небесный город обитель богов асов а в славяно-арийских ведах есть упоминание города асгарда ирийского который стоял на реке ири ныне иртыш и этот город сейчас именуется омск но есть и те кто указывают на песню бориса гребенщикова город неся молву о том что именно тот город золотой и имел ввиду дмитрий зодчий засветив образ в интервью и эти люди правы но вот только город золотой из известной всем песни и небесный иерусалим это одно и то же образы описаны в тексте той песни библейские и взяты из откровения ивана богослова или апокалипсиса который является главной шифровальной дешифровальной книга каббалистов за кулисы свою известность песня приобрела когда ее стал исполнять борис гребенщиков с группой аквариум но как оказалось это был не первый исполнитель композиции названной лучшей песней двадцатого века а об авторах слов и музыки и вовсе долгое время ходили споры появление песни город долгие годы было окутано тайны даже сам гребенщиков исполняя ее в 1984 году в харькове признался что ему неизвестен создатель композиции было много версий авторство песни с течением времени с музыкой более-менее стало ясно слова выложены на концон у композитора франческо до милану что дошла до нас самой эпохи возрождения а вот с автором слов вышло сложнее называли и самого гребенщикова и алексея хвостенко знаменитого рок-барда питерского андеграунда семидесятых восьмидесятых и только недавно после расследования которое провел зеев гейзель знаменитый израильский бард журналист и переводчик свет увидела действительно захватывающая история а начало пошло с грандиозной мистификации 20 века в начале семидесятых годов мелодия выпускает пластинку с композициями лютневой музыки ставшую поистине легендарной и произведший большой фурор и и слушали буквально до дыр все вне зависимости от пола возраста и профессии композиции с нее взяли в качестве фона различные передачи на радио телевидении в кино и первая композиция это канцона которая стала прародителем песни город сопровождение говорилось что франческо до милана был выдающимся лютнистом он был придворным музыкантом при дворе медичи а затем у павла третьего сотворил большое количество произведений однако наша концона не содержится в списке опусов композитора а ряд специалистов полагает что музыка выпущенная на пластинке исполнена вовсе не на лютни она обычной гитаре да и сама пластинка считается профанацией на обложке записи указывается фамилия вавилов он исполнил все композиции на лютни но в записи принимали участие и прочие инструменты согласно расследованию было установлено что вавилов и есть автор этих произведений владимир вавилов это знаменитый 60-е годы семиструнник виртуозно владеющий инструментом вдохновленный музыкой ренессанса он научился играть на лютни вернее лютнивой гитаре своего производства и примерно в 1968 году написал великолепные композиции в стиле того времени изначально он исполнял их во время концертов предварял все благозвучными именами эпохи ренессанса при этом публика была в полном восторге после этого вавилов издал свою пластинку фамилии авторов он приписал произвольно возникает логичный вопрос для чего по всей видимости он хотел донести музыку до аудитории чтобы привлечь ее внимание к старинному исполнению конец 1972 года ленинград наш следующий герой 36-летний анри вала хонский химик по образованию но поэт философ по призванию шуточные пьесы и басни проза и длинные многофигурные поэмы ирония и метафизика венки сонетов и философские трактаты толкование апокалипсиса и квази переводы катула джойса книги загар и каббалистических трактатов и при этом сам издат и единственное стихотворение в журнале аврора типичная судьба поэта бронзового века мифологический шлейф и вынужденная иммиграция в 1973 году а между тем вот уже месяц анри не дает покоя пластинка лютневая музыка 16 18 веков оставленная кем-то из друзей а мелодия канцоны и вовсе постоянно звучит в голове почему-то в памяти стали всплывать знакомые места из экклезиаста небесный град и иерусалим его невиданные звери символические библейские персонажи орел телец и лев и загадочный оборот исполненные очей ноги сами привели поэта в мастерскую к его другу акселью где он за 15 минут путем озарения свыше написал стихотворение начинавшиеся со слов писания над небом голубым и назвал его просто рай его многолетний друг и соавтор в творческом союзе с которым они написали порядка ста песен под именем а х в алексей хвостенко наложил стихи анри на консону франческо до милана так появилась первая редакция песни он же первым исполнил ее под гитару своим знаменитым скрипучим и хриплым голосом немного упростив припев на бардовский лад именно из этого варианта исходил потом борис гребенщиков за зиму а х в записали целую кассету с песнями на старинные мелодии с пластинки и весной 1973 года рай отправился в путь по квартирникам и магнитофоном москвы и питера вскоре оба оказались за пределами страны с ярлыком враг народа но оставшись сиротой песня продолжила жить ее полюбили и пели от кого-то ее услышала елена камбурова от нее уже с началом над твердью голубой известный бард виктор луферов оба стали исполнять ее своих вариантах настоящие авторы уже определились это владимир вавилов и андрей валахонский осталось еще непонятно все-таки над или под небом голубы 1976 год студия радуга эрика гарашевского тогда еще студента у георгия тавстоногова была очень популярна среди питерских студентов и вообще среди молодежи долгое время у них была одна студия для записи с группой аквариум они часто вместе записывались репетировали 1974 году даже совместно поставили концептуальный спектакль капустник притчи графа диффузора с которого и началась официальная история аквариума и вот при полном аншлаге состоялась премьера легендарного спектакля сид по пьесе драматурга 17 века корнеля по воспоминаниям там оказался в полном составе аквариум а в качестве музыкального сопровождения в спектакле звучала песня рай но музыка была взята в первоначальном варианте с пластинки видимо бориса гребенщикова она глубоко зацепила ибо через восемь лет он все-таки включил ее в свой репертуар так борис гребенщиков стал пятым исполнителем этой песни уже в известной всем редакции она получила название город и у нее изменилось первое слово под небом голубым многие утверждают что это борис плохо расслышал или запомнил сколько лет то прошло однако сам борис гребенщиков считает это принципиальным ибо говорит он в одном из интервью царство божие находится внутри нас и поэтому помещать небесный иерусалим на небо бессмысленно а может он просто опасался антирелигиозной цензуры сам же хвостенко считает до подпортил текст он ее наверное усвоил на слух слух у парня так себе что же делать более сотни раз город звучал на концертах аквариума в десятках городов в 1986 году песня вошла в альбом 10 стрел в 1987 году она прозвучала на всю страну в культовом фильме сергея соловьева аса правда без имен создателей песни в титрах поэтому с тех пор автором повсеместно считаться борис гребенщиков тебя там встретит огнегривый лев и синий пол исполненный очей с ними золотой орел небесный чей так светил сон незабываемый город стал своего рода гимном целого поколения анри вала хонский говорил я ему исключительно благодарен он сделал эту песню столь популярной ведь гребенщиков исполнил эту песню тогда когда и моего имени нельзя было называть да еще и фильме и столь популярном фильме рассказы о том что я будто бы подавал на него в суд чушь тебя там встретит огнегривый лев и синий пол исполненный очей с ними золотой орел небесный чей так светил сон незабываемый ползет козлодоев мокрые его брюки он стар он желает сортир итак теперь думаю понятно о чем эта песня в колоде таро есть 10 старший аркан колесо фортуны и 21 старший аркан мир на котором также отображен этот апокалиптический сюжет сам я изучил апокалипсис вдоль и поперек и не буду здесь цитировать из него тексты где упоминаются эти персонажи а скажу своими словами то о чем там поведано в город тот золотой с 12 воротами попадут лишь что сорок четыре тысячи сынов израилевых по 12 тысяч из каждых 12 колен причем девственников и которые знают и смогут спеть особую песню а все остальные неверные сгорят в озере серой там нет ни слова об иных национальностях этносах народах как ни назови или уже два плюс два разучились складывать я не из тех кто верит в это пророчество но это план которого и придерживается за кулиса 12 колен сынов израилевых это потомки 12 сыновей иакова внука авраама который без тени сомнения готов был принести в жертву яхве своего первенца в фильме же замысел дмитрий зочи также засветил тот небесный иерусалим с 12 вратами и 12 колен сынов израилевых в образе князей солнца они считают знаки управлять сознанием масс подобны утренней россии вот она есть через минуту испаряется чтоб появиться в другом месте на высшем уровне управления те немногие различающие символы имеющий доступ к смыслам они регулируют план исполняют замысел объявление на официальном сайте don film в титрах будущего фильма будут указаны имена 144 участников внесших наибольший вклад в создание фильма совпадение не думаю а в самом конце первой части последнего большого интервью показал символ девяти лучевой звезды и надпись справа налево читается как орден сирени единственное что можно найти в сети по запросу орден сирени это картинка маслом 2021 года все того же бориса гребенщикова под названием обитель рыцарей ордена сирени ну а далее уже сами думайте что имел ввиду дмитрий зочи показав фильме и интервью образ того города золотого если не согласны с моей трактовкой и можете смело закидывать меня в комментариях гнилыми помидорами я принимаю вас всех такими какие вы есть ну как бы мне зочи разрешил немножко приоткрыть тайну но масонская ложа она благодатовская но благодатовская масонская ложа а вот сам зочи у него 35 градус по моему если не ошибаюсь а вот что еще из такого секретного сейчас подожди я хотел сказать а слушай еще потому что ходят очень много разговоров по поводу того что никита михалков приложил руку но как бы я не буду не опровергать не говорит что это так вот пусть кто хочет так и думает вот но вы шила в мешке не утаешь как говорится что еще говорят что в общем фильм замысел снял никита михалков да ну видимо по лестнице до одной ступенечки выше 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 подымется ну так говорят а там кто его знает может он просто участвовал во всем этом сценарий писал я не знаю деньги вы терял все-таки но там денег очень много выделено на фильм там на миллионы просто списаны сказные я думаю что он просто сочи наверно как-то во снах приходила на дикто скорее скорее всего но он именно как технически потому что она я же говорю сценарий там писал очень много людей там разбирают некоторые блогеры они правы то есть там авторская группа была порядка 35 человек вот которые писали сценарий то есть каждый отвечал за свой какую-то сцену за свой фрагмент 35 человек все они посвященные там по моему пять буддистов шесть католиков вот ну очень разнообразная массовка вот но все масоны все масон как я могу шутить о таких серьезных вещах но тоже ты спросишь такой конечно серьезно благо благодатновская ложа она находится ну кому интересно найдут благодатная такое есть село в донецком донецком регионе год год его создание 1777 вот обратите внимание на цифры 1777 для всех конспиролог конспира конспирологов это просто должна быть пища для для их голодного мозга конспирологи эзотерики маги и целители аналитики и политологи ну она вызывает какой-то отклик отклик которым хочется поделиться но я думаю самый правильный способ распределения информации то есть не навязывание с теле экрана вот то чего людям на самом деле не нужно а когда она передается из рук в руки вот это самый надежный и самый правильный способ передачи информации ну я еще раз порекомендую всем посмотреть этот фильм замысел ну просто чтобы хотя бы понимать кто такие масоны да почему здесь сегодня так долго говорит а то я начал смотреть середины ничего не пойму но очень интересно классика нынешнего а кто такой архал в главном деле нет главном деле нет как будете объяснить мы сами по себе постоянно скатываемся к поражению когда кажется что все пропало еще шах и медведь погибнет появляется некая сила и отсюда так или так не помню и все разворачивается в победу вот это и есть архал он все будет правильно видно нас там без мозг и чумазых шибко любят раз последний момент присылают архала употребить до начала битвы конца рассрочено на самом деле архал это библейский архангел михаил главный архангел являющийся одним из самых почитаемых архангелов в авраамических религиях в православии его называют архистратигом что означает глава святого воинства ангелов и архангелов в христианстве принято считать что михаил небесный страж стоящий у врат рая согласно еврейской традиции михаэль а таковое его истинное имя один из четырех ангелов стоящих перед престолом господа и охраняющих четыре стороны света для михаэля характерна роль проводника душ он принимает души праведников и сопровождают их на небеса он сыграет важную роль в апокалипсисе и сам является вестником и всадником апокалипсиса и восстанет в то время михаил князь великий стоящий за сынов народа твоего читай божьего народа и наступит время тяжкое какого не бывало с тех пор как существуют люди до сего времени но спасутся в это время из народа твоего читай божьего все которые найдены будут записанными в книге так какое отношение имеет русский медведь еврейскому михаэлю или лучше по-другому зачем зочи надел на михаэля славянскую рубаху а вот спасибо мил человек подсказал так подсказал а это друзья называется мимикрия это тоже самое когда публичные личины берут себе русские имена и фамилии и живут потом под ними мимикрируя под русский ну и не только под русский русский это нет ни национальность как вдалбливали еще с советских времен русский это тот кто думает на русском и говорит на русском все это единственный критерий а что под своими-то именами не живут зочи надевает на михаэля косоворотку ну свой же в доску и наш фиолетовый медведь и на эту наживку ловит славян святые воды той реки бросали камни дураки а мудрецы ловили рыбу наперекор и вопреки употребить до начала битвы конца рассрочно напомню еще раз что откровение ивана богослова или апокалипсис является универсальной шифровальной дешифровальной книгой оккультистов начиная с исаака ньютона вот и замысел зодчего изобилует отсылками к апокалипсису под битвой конца подразумевается библейский армагеддон восстают цари земли и князья совещаются вместе против иеговы и против помазанника его в дни тех царей бог небес установит царство которое никогда не будет уничтожено или передано другому народу это царство разрушит все те царства и положит им конец и только она будет существовать вечно это бесовские духи творящие знамения они выходят к царям земли всей вселенной чтобы собрать их на брань вон и великий день бога вседержителя и они собрали царей на место которое по-еврейски называется армагеддон употребить до начала битвы конца а кто такой архал главным изведи нет архал или архангел михаил как я уже сказал сам является вестником апокалипсиса и фильме он поочередно появляется в образах всех четырех всадников я взглянул и вот конь белый и на нем всадник имеющий лук и дан был ему венец и вышел он как победоносный и чтобы победить война нормальное состояние мира привыкнешь война это мир свобода это рабство незнание сила джордж ору роман 1984 без войн мы давно вымерли все как это вот так это мирное время мы живем спим все в норку тащим главное перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиней а лечится освинение только войной когда она приходит все расцветает живо вспоминаем кто мы и зачем и снова начинаем слышать волю неба и вышел другой конь рыжий и сидящему на нем дано взять мир земли и чтобы убивали друг друга и дан ему большой меч и вышел он как победоносный и чтобы победить но все-таки как думаешь будет война нет будет борьба за мир но такая что камня на камне не останется не побаловать ли нам себя этим прекрасным вечером чем-нибудь запрещен пирог с сушеными абрикосами не перестаешь удивлять ты где такую роскошь добыл да старые друзья вкусно а почему запрещено у нас летом их полно а где это у нас внизу дома он что снизу ну да я взглянул и вот конь вороной и на нем всадник имеющий меру в руке своей что ж мы тогда разговоры затеяли свой привел наш человек будущий смыслоносец фух что же ты сразу не сказал а можно мне еще кусочек можно конечно это зачем свою захороню он тоже любит запрещенное и я взглянул и вот конь бледный и на нем всадник которому имя смерть я отследовал за ним и дана ему власть над четвертой частью земли умер шляп мечом и голодом и мором и зверями земными а кто такой архал главную медведя не мешай я все сделаю сам все гряду скоро и возмездие мое со мною чтобы воздать каждому по делам его я есть альфа и омега начало и конец первый и последний и взглянул я и вот светлое облако и на облаке сидит подобный сыну человеческому на голове его золотой венец и в руке его острый серп и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке пусти серп твой и пожни потому что пришло время жатвы ибо жатва на земле созрела жатва началась время последнего наступления и поверх сидящий на облаке серп свой на землю и земля была пожата и другой ангел вышел из храма находящегося на небе также с острым серпом и иной ангел имеющий власть над огнем вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп говоря пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле потому что созрели на нем ягоды и поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева божий и истоптанные ягоды в точили за городом и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий все так близко ну ты заставишь что будет потом новый мир такой же и красный ярост опять все сначала разве было по другому никогда такого не было и вот опять ну рассказывай ладно ли замарим или худо и какое в свете чудо одни сплошные чудеса видишь кошку я вижу а ее нет видишь вокруг смысла и я не вижу они есть видишь суслика нет и я не вижу а он есть понял а в армии я потому что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать за убеждение не мы такие время такое не мы такие жизнь такая что не родилось то и не умирает то что мертво умереть не может то что мертво умереть не может но восстает вновь крепче и сильнее да захлебнется кровью тот кто усомнится в нашем миролюбии ибо милосердие наше беспощадно цитата из книги дьявол и господь бог французского философа Жан Поль Сартр пожелаем быть здоровыми тем кто нас смотрит тех кто нас слушает и не поддаваться провокациям это меню список гостей и даже сам вечер спланированно есть четкий план а вы в него не вписываетесь и портите замысел и чтобы продолжить я должен понимать вы с нами или с ними это крайне крайне важно цитата цитата из народного интервью с Дмитрием Зодчим зачем фильм замысел переполнен различного рода символикой не могу согласиться на счет переполнен ровно столько сколько требуется фильму для выполнения своих задач ни больше ни меньше начать нужно с того что символы и знаки не принадлежат никому пользоваться может любой а точнее тот кто знает как пользоваться я применяю в фильме знаки используемые различными культами аллегории аллюзии на знакомые зрителю образы например в фильме множество христианских образов но это вовсе не значит что фильм христианский главное что образы известны зрителю цитата окончена сражаются не люди не армии не государства и даже не идеи сражаются символы демонстрация в окружающее пространство различных оккультных символов и кодов это магические ритуалы необходимые для материализации намерений магов оккультистов магия алхимия каббала и масонство неразрывно связаны той тьмой которая является матерью и первоистоком для тех кто считает своим богом Люцифера Деницу несущего свет сын погибели рогатый нечистый старые имена они звучат как мунжика откровение Иоанна богослова или апокалипсис является универсальной шифровальной дешифровальной книга оккультистов символизм замочной скважины можно наблюдать на печати Соломона третьего еврейского царя сына царя Давида и Версавии Аврора Давидовна заслуженный учитель во время царствования Соломона в Иерусалиме был построен первый иерусалимский храм главная святыня иудаизма кстати буаз и яхин это те самые столбы при входе в храм Соломона парные колонны и фундамент из необработанного дикого камня родимые пятна масонской архитектуры многие знания многие печали всему свое время фраза произнесенная своем тоже принадлежит израильскому царю Соломону дословно она звучит так потому что во многой мудрости много печали и кто умножает познание умножает скорбь меньше знаешь крепче спишь сыном меньше знаешь крепче спишь прежде думай куда бросаешь да и времена не те пришла пора собирать камни а не разбрасывать спрашиваем фраза про камни тоже принадлежит Соломону время разбрасывать камни и время собирать камни время обнимать и время уклоняться от объятий площадь святого Петра в Ватикане была спроектирована в виде замочной скважины а на гербе Ватикана присутствуют перекрещенные ключи а это символ подвески казначея масонской ложи в каждой масонской ложи избираются или назначаются офицеры ложи для исполнения необходимых обязанностей для поддержания жизни и работ ложи вспомним что банк Ватикана или институт религиозных дел это единственное в мире абсолютно независимое финансовое учреждение банк дает возможность крупным корпорациям созданным для религиозных благотворительных научных целей инвестировать средства привлеченные на их счета конфиденциальные без уплаты налогов без причины открыть счет юридическому лицу в банке ватикана не получится итак банк ватикана это казначей великой масонской ложи о чем нам кричат ключики на гербе ватикана беги беги бежать то некуда все дороги ведут в рим равно такой же символ казначея масонской ложи присутствует в сцене творчества у зодчего этот же символ зодчий показал на превью к одному из своих роликов но по совершенно случайному совпадению после того как я озвучил о своих догадках про казначея дмитрий зодчий поменял картинку на превью к своему ролику вот только в кэше телеграм-канала донфильма до сих пор висит первая версия превью с ключиками уж так устроен телеграм что какая первая картинка была на превью во время публикации ролика та и останется навечно к слову сказать символизм замочной скважины мною был замечен в старом советском фильме в сказке волшебный голос джейсамина объявляю вам королю дурынди что вы лысый а теперь смотрим на заднем плане герб одноглазый символизм и замочная и замочная скважина одноглазый символизм и замочная скважина цепка что вы с зеркалом и недавно замочной скважины Некий портал на другие уровни, на другие ярусы. Одному кифнул, другому моргнул, а третий и сам догадается. Всевидящее око – масонский символ, символизирующий великого архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков. Подмигивание глазиком также отсылает к этому масонскому символу, который в фильме у зодчего встречается множество раз. Примечательно то, что режиссер Дмитрий в своей зодческой работе перевернул на металлофоне пластину с буквой «Джи» вверх ногами, обратив на это наше особое внимание, что хотел показать этим трюкам Дмитрий Зодчий. У любой штуки есть разработчик, что уж говорить о такой штуке, как мир. И в любой разработке есть пользовательский интерфейс, красивые заставки, динамика и тому подобное. А есть интерфейс разработчика. И там не так красиво, там по делу, коды, управление. Но там суть. Дмитрий Зодчий. Давайте представим, что мир сотворен по принципу игры, в которую ты вовлечен. В реальность играешь, прожигая дни, только жизнь потеряв, заново игру не пройти. Но программист, который создал виртуальный мир, инструкцию для юзеров к нему приложил. Ты можешь раз за разом жизнь терять, но нужного артефакта так и не достать. Но стоит тебе открыть мануал своего персонажа, без проблем прокачал намек, надеюсь, понят. Замечена параллель, есть верховный программист, хотя бы в это поверь. После того, как люди наделали костяков о всех народах, он выбрал самых опытных игроков, вручил им Тору, как бы сцена дар, ты действительно ламер, если ее не читал. Эй, веселей, братан, не кисни, хочешь разобраться, в чем смысл жизни. Тору читай, учихай сидут, тогда твои поступки смысл обретут. В жизни тебя ждут новые свершения, где-то обрезание, в основном прибавление. Не отказывайся тебе в эти привилегии, мы лучшие геймеры в жизненной стратегии. Символ G отсылает нас к великому архитектору. Признание существования оного как верховной сущности является одним из основных и незыблемых принципов масонов и, соответственно, иллюминатов. При этом, как правило, принадлежность масона к какой-либо религии не является обязательной. И объявление, адресованное узнику, отсылает его в бюро того самого великого архитектора. Здравствуй, Нео. Кто ты такой? Я главный архитектор. Я создал Матрицу. Ты сообразительнее остальных. Другие есть другие? Я хочу выяснить! Матрица намного старше, чем ты думаешь. Я предпочитаю лимитировать эпоху Матрицы очередным системным сбоем. И в таком случае это уже шестая версия. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Это не буква С. Это другая буква. Он там в шахматы. Любитель черно-белое совать. Ты объясни, что не нужно? Значит, говоришь, любитель шахмат. А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы – это ловушка для ума и сердца. В масонских ложах всегда шахматный пол, символизирующий соседство света и тьмы, доброго и злого начал в мире, а также мировое равновесие. Балансы нарушены. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Участие в управлении ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. Остальные уже от нее устроились. Циркуль – один из символических инструментов масонства. Символ предела, ограничения и сферы ответственности. Универсальный код 666 имеет свои корни в 13 главе 66 книги апокалипсиса Иоанна Богослова. В Библии короля Якова. Цитирую. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Знак 666 наиболее часто демонстрируется в пространство адептами люциферианства. Важно заметить, что в нумерологических кодах шестерка условно приравнивается девятке. 69 символизирует знак инь и янь, даже визуально. В масонстве существует ступень посвящения королевская арка Еноха, на которой отображено 69, или зодиакальный знак созвездия Рака, который также присутствует в камере заключенного. В фильме «Замысел» Дмитрий Зочий демонстрирует этот код 666 на игральных костях. А в номере телефона, оставленном на сайте Донфильм, мы также можем наблюдать эти пресловутые три шестерки. «Пошел в школу и немного разочаровался. Было скучно. Ожидал чего-то большого, а там мама мыла раму. Но все равно прилежно учился, был круглым отличником, учителя часто ставили шестерки при пятибальной системе». «Расстановка шести сил». Вы можете посчитать самостоятельно и убедиться, что ступеней окажется по чистой случайности ровно 13. Если обратить свое пристальное внимание, то можно заметить, что сегодня мы зациклены в двенадцатиричную систему. 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году. Циферблат часов разбит на 12, а раньше естественным был лунный календарь из 13 месяцев, так как в году 13 новолуний. Древние народы так и говорили не 5 месяцев, а 5 лун. Да и русское слово месяц по календарю одновременно означает месяц, луна. Сначала люди поклонялись Солнцу, как животворящему началу, как символу жизни. А потом некоторые люди пошли в оппозицию и стали поклоняться луне, как началу неживотворящему, холодному, мертвому. Луна была для них символом не жизни, а смерти. У них были особые причины интересоваться не жизнью, а смертью. А поскольку в году 13 лун, то они стали собираться в кружки из 13 человек. Отсюда и пошла вся эта символика про чертову дюжину. Это те самые, кого в средние века жгли, как ведьм и колдунов. И тогда, во время инквизиции, их называли враги рода человеческого. А во времена большой чистки Сталина их стали называть враги народа. Ничто не ново под луной, нужно только знать историю. Григорий Климов. Князь мира сего. Все масонство напрямую связано с еврейством и Библией. Число 33 – одно из основных сакральных оккультных чисел. Иисус Христос был распят в 33 года. Это то, откуда тянется шлейф этого кода. 33 позвонка в человеческом позвоночнике. Илья Муромец лежал на печи 30 лет и 3 года. Не владел руками и ногами, а затем получил чудесное исцеление от волхвов. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане. Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. В 1942 году в русском алфавите официально становится 33 буквы. Добавляется буква ЙО. В Зароастризме на горе Меру живут 33 тенгри. Во главе с верховным божеством Ахура Мазды. В Ригведе описываются 33 божества, представляющие собой персонифицированные природные явления. 33 – это высшая степень масонства. Царь Давид правил в Иерусалиме 33 года. Из сакральных текстов множества религий мира мы можем видеть, что число 33 имело очень важное значение с незапамятных времен. Известный писатель и масонский философ Менли Палмер Холл также был масоном 33 степени. Альберт Пайк был масоном 33 степени и главой Южной масонской юрисдикции шотландского обряда масонства. Его монументальная работа «Мораль и догма» остается в списке самых почитаемых книг о сути масонства. А фиолетовый или пурпурный цвет является излюбленным цветом адептов люциферианства. И наш фиолетовый медведь. В древнем мире фиолетовый цвет был редкостью. Греки знали только один способ получить фиолетовый краситель. Он добывался из определенного вида морской улитки. Для получения красителя нужно было собрать и переработать огромное количество улиток, что определяло очень высокую стоимость фиолетового. Фиолетовый цвет считается королевским. Шотландский обряд масонства 33 степени предусматривает ношение шапочки символикой Бафомета. Это фотография суверенного великого командора южной юрисдикции генерала Альберта Пайка с символом Бафомета на груди. Слева карта Таро – Иерофант с первосвященником, держащим посох с символом Бафомета. И по какой-то невероятной случайности курительная трубка своя из замысла очень напоминает трубку Альберта Пайка. Винсент Перуци, венецианский огранщик, был первым, кто ввел в конце 17 века увеличенное количество граней короны алмаза с 17 до 33. Это бриллианты тройной огранки или бриллианты Перуци. Тем самым, значительно увеличив огонь и блеск ограненного камня. Знак, который постоянно демонстрируют адепты люциферианства, означает не пирамиду, как мы всегда полагали, а бриллиант огранки Перуци с 33 гранями. На броши в вознице также светится алмаз огранки Перуци с 33 гранями. Вероятно, именно благодаря своим светопреломляющим качествам, наряду с правильной нумерологией, алмаз был выбран современными оккультистами, чтобы символизировать связь с Люцифером. Он же светоносец, сияющий, утренняя звезда. Но наиболее важным и наиболее часто используемым методом достижения эффекта 33 является сочетание сдвоенных букв «М», которые, если повернуть их боком, выглядят как 33. «Алхимия — это тройственное искусство. Его тайна ясно обозначена треугольником. Ее символ три раза по три — три элемента или процесса в трех мирах или сферах. Три раза по три является частью тайны 33 степени масонства. Ибо 33 — это три раза три, то есть девять — число эзотерического человека и число эманаций от корня божественного древа». Цитата окончена. «Тайные учения всех времен» Мэнли, Палмер Холл. Во время обряда посвящения в масоны, прежде чем войти, посвящаемый должен трижды постучать в дверь храма. Это ритуально-символический жест в английских масонских катехезисах. Объясняется посредством следующего стиха из Евангелия от Матфея. «Просите — и дано будет вам. Ищите — и найдете. Стучите — и отворят вам». Я же говорю, постоянно с Библией будут отсылки. Троекратный стук в данном случае символически намекает на Святую Троицу христиан. Ибо еще в XVIII веке существовал обычай. Освящая новый храм, христианский священник трижды обходил вокруг него, каждый раз стуча в закрытую дверь. Досточтимый мастер, ведущий церемонию, трижды стучит по столу деревянным молотком. В это время братья зажигают три свечи, расположенные в форме треугольника на полу в середине табеля. Раздается тройной стук кандидата. Мастер отвечает на это тремя ударами молотка и вопрошает. «Кто там?» «Ну кого там несет в это чертово время?» «Кто там?» «Кто там?» «Кто там?» «Терп vårд tread» «Кто там?» церемонию в качестве одного из атрибутов в нем выступает веревочная петля трудно сказать является ли она угрозой призывом хранить молчание или просто символом пуповины как они сами утверждают но в любом случае это достаточно необычно масоны считают что восток символизирует возрождение они воспевают солнце движущиеся по небу я солнце какие ты слова знаешь масонские ложи как правило ориентированы с востока на запад чтобы контролировать солнечную энергию для своих собственных целей всемирная демократия во все времена является заветной мечтой философов классической школы на пути к использованию этой великой общественной цели они разработали множество программ в области образования религии и социального поведения которые в результате своего применения должны будут привести к установлению на земле всеобщего братства для достижения поставленных целей эти древние ученые объединили свои усилия с мистическими братствами в египте греции индии и китае возникли государственные мистерии ордена посвященных жрецов философов формировались как суверенный орган для наставления консультирования и руководство правителями государств цитата окончена тайная судьба америке менли палмер холл в любой войне если противник умен в первую очередь ликвидируют жрецов паста за что вроде с виду приличные люди небось усомнились верности курса на еще более полную стабилизацию братская цепь это не просто символ единства и знания в масонстве а глубоко значимая идея объединяющая людей в единую систему ценностей и взаимопонимания братская цепь это один из древнейших ритуалов масонства когда все члены ложи во время церемонии открытия или закрытия работ встают в круг взявшись за руки символизируя всемирное братство и дружеские узы масонов в масонской традиции братская цепь ассоциируется с понятием эгрегора энергоинформационной структуры создаваемой совместными усилиями группы людей она символизирует не только физическую связь между людьми но и невидимую мистическую связь возникающую из общих стремлений и идей и так мирянин взыскующий масонского света и решивший вступить в ложу становится масоном посредством ритуала и инициации или посвящение в первый градус масонство делится на три этапа первый этап это символическое масонство существует три градуса это ученик под мастер и мастер следующий этап 4 по 32 градус это этическое масонство в 33 градусе заканчивается этическое масонство он более такой знаете как как своего рода награда за прошедший путь из 34 градуса по 90 градус это эзотерическое масонство когда в каждом градусе изучается академически та или иная традиция прежде чем ему будет позволено вступить в храм правое колено кандидата обнажается левая нога с надетой туфлей обувается в сандалии глаза завязываются платком и в таком виде он оставляется на некоторое время наедине со своими мыслями в комнате для размышлений которую охраняют изнутри и снаружи несколько братьев вооруженных мечами вместе с кандидатом остается лишь брат рекомендовавший его в ложу однако разговаривать им запрещено камера узника это аллегория на камеру размышлений в масонских ритуалах инициации камера размышлений заполнена символами смерти и тления в комнате посвящаемого просят поставить символическое завещание в котором поименованы его обязанности речь прежде всего идет об обязанностях человека как личности и в отношении себя самого и в отношении мира ибо перед лицом посвящения не посвященный как бы умирает а его завещание будучи отражением сознания человека готового к новой жизни является пропуском для входа в храм стены камеры размышлений окрашены в черный цвет что символизирует материнскую утробу из которой должен выйти профан то есть не посвященный на стене в том или ином виде находится алхимическая символика со старинной формулой витриол эта аббревиатура означает фразу визита интериора тарр и ректификандо и бенис оккультум лапидем что в переводе с латыни посетить недра земли и очищением обретешь сокрытый камень речь идет о том самом философском камне который профаны обычно понимают под неким минералом способным превратить любой металл в золото пребывание посвящаемого в камере размышлений считается символическим очищением стихии земли земли полно воздух почти весь у вас огонь сами тушите еще и воду не отнимать земля вода огонь и воздух это четыре основные стихии природы каждый элемент связан с одной из сторон света огонь юг вода запад воздух восток земля север управление этими стихиями или элементами это магия в оккультных произведениях всегда стараются упомянуть эти стихии 4 элемента природы вода огонь земля воздух терновник отсылает нас к образу иисуса христа перед казнью иисуса солдаты надели ему на голову венок из терна чтобы острые шипы еще больше увеличили страдание христа а христиане почитают этот венок как символ того что христос все же стал лидером многих людей пройдя через распятие и воскреснув терновый венец символизирует то что страдания ведут к венцу победителя почему столько отсылок библейскому проекту да потому что библия для масонов книга мудрости книга священного закона покоящаяся на алтаре вместе с циркулем наугольником и линейкой на библии приносятся клятвы при открытии работ библия открывается а при закрытии закрывается страница на которой открывается библия определяется ритуалом градуса в котором проходят работы масонской мастерской專 Масонские собрания в масонской терминологии называются масонскими работами. Существует два вида масонских работ. Первый вид масонских работ — это инициатический. Инициатический, когда кого-то посвящают в тот или иной градус. Или назначают какую-то должность. Второй вид работ — это регулярные зодческие. Для того, чтобы перейти в другой градус, нужно сдать определенную дипломную работу. Градус, извините, это уровни, да, у вас? Градусы — это уровни, да, это степени. Степени посвящения. Чем выше градус, тем больше доступ к какой-то информации. Скорее, немножко иначе. Чем выше градус, тем больше есть у человека возможностей и времени прийти к следующему. В символических ложах древнего и изначального устава Мемфиса Мицераима во время работ первого градуса Библия раскрыта на первой главе Евангелия от Иоанна. Во время работ второго градуса на второй главе второй книги Паралипоменон. Во время работ третьего градуса на шестой-седьмой главах третьей книги царств. Эко, дай, пожалуйста, Библию. К сожалению, у меня не осталось Библии. Все разобрали. Даже в картинках? Да. Я же говорю, завал на работе, куча клиентов. Но нам нужна священная книга. Слушайте, я нашел букварь. А на какой букве открывать? У нас есть атомная бомба во множестве вариантов. У нас есть супер-бомба. Чего еще вы хотите? Единорогов? Долгое время обязанности одного из символов самого Иисуса Христа в восточном и особенно западном христианстве исполнял единорог. Еще в дохристианские времена единорог считался воплощением чистоты и мудрости. А его рог врачи древности считали лекарством от всех болезней. Церковь посчитала единорога достойным того, чтобы быть символом Христа. Изображение единорога можно найти в миниатюрах византийских летописей. В западном христианстве единорога обычно изображали рядом со святыми девами, в знак их непорочности. Начиная с Иоанна Третьего и вплоть до Петра Великого, единорог был частью герба русского государства. Может быть в наших сердцах пляшут сальчики, может быть воют волки, а может быть ангел дождя трубит время снимать потолки. Не жаловали российские императоры масонов, вплоть до Николая Первого притесняли. Запрещали и устраивали всяческие гонения. Не задавались вопросом, отчего это Пушкину загранкомандировки были запрещены. То-то и оно. А Николай Второй сам был мартинистом и все его семейство по мужской линии. В Петербурге даже ложа специальная была для вип-персон. Ложа великих князей. Говорят, что именно с подачи доктора-оккультиста Папюса, бывшего в то время председателем Верховного Совета Ордена Мартинистов, император Николай Второй стал масоном. Мартинизм процветал в России при Екатерине Второй. Цитата. Девятнадцатый век был веком физических сил. Двадцатый век увидит торжество сил психических. Мысль, что наряду с грубыми материальными силами существуют в природе силы разумные, трудно усваивается современными мыслителями. В то время, как изучение физических сил может производиться единоличными усилиями, изучение духовных сил природы требует сотрудничества многих индивидуумов. Борясь с разложением в недрах земли, семя ржи вытягивает на поверхность свой нежный стебелек, стремясь к солнцу. Азирис, будучи убит, возрождается снова еще более сильным, чем прежде. Хирам сокрушает своих убийц. Борьба не испугает посланников невидимого мира, и они будут преследовать свою цель без страха и слабости. Вот почему, мой дорогой Пунар-Бхава, я благословляю ваши труды и приветствую в лице вашем одного из посланников невидимого, которому я желаю успеха и победы, долженствующих увенчать целую серию горячих усилий для достижения торжества истины и справедливости. Цитата окончена. Жерар Анкос, Папюс. Лозунг «Свержение лжи и торжество правды» очень похож с торжеством истины и справедливости у Мартиниста Папюса. В 1905-м батюшка-император вновь разрешил масонство. Тут и понеслась родимая Русь по кочкам. С головы рыба гниет, с головы. Впрочем, лучше Пушкина не скажешь, алгеброй гармонию измерить. Поэтому и порвал с ними Пушкин. Он гений, его господь в маковку поцеловал, а они к нему с линейкой и угольником. Поэтому и написал потом гневное, обращенное к ним, к леветникам России. Восстание декабристов в 1825-м это масонский проект, направленный на развал Российской империи. Пушкин, вступивший в масонскую ложу в Кишиневе, затем стал холодно относиться к масонству и стал, что называется, усыпленным братом. На вопрос Николая I к Пушкину «вышел бы ты на площадь с бунтовщиками, если бы был в Петербурге?» Пушкин ответил «вышел бы, но только с тем, чтобы их остановить». В дыму, в крови, сквозь тучи стрел теперь твоя дорога. «Но ты предвидишь свой удел, грядущий наш Кверога, и скоро, скоро смолкнет брань средь рабского народа. Ты молоток возьмешь в адлань и воззовешь свобода. Хвалю тебя, о верный брат, о каменщик почтенный, о Кишинев, о темный град, ликуй им просвещенный». Александр Сергеевич Пушкин Генералу Пущину 1821 год Еще при командоре Мальтийского ордена Борисе Ельцине получили развитие так называемые ордена. Сама идея орденов страшно понравилась Ельцину, человеку тщеславному и падкому на атрибутику власти. Скоро в том же Мальтийском ордене, кроме Евгения Примакова и Бориса Ельцина, оказались Борис Березовский, Павел Бородин и много кто еще. Номенклатура не может обходиться без определенного градуса патриотизма, и Ельцин ввел собственный орден – Орден Орла. Этим орденом стали награждать политиков и общественных деятелей, эстрадных певиц и писателей, ученых и военных, финансистов и шахматистов. Само обладание орденом делает человека приобщенным к властной элите, обласканным ею. Кавалеры ордена Орла по замыслу должны были бы стать опорой режиму Ельцина. Девизом ордена взято латинское изречение «Благо народа – высший закон». Президент Борис Ельцин, отягощенный алкогольным пристрастием, всегда любил красивые фразы, хотя и не был способен придумать собственные. За орденом Орла стали возникать другие. Ельцин же утвердил еще один орден. Орден Петра Великого, как высшую негосударственную награду России. Этим орденом он стал привечать и объединять своих людей через особый фонд «Менеджеры новой эпохи», находившийся под его президентским патронажем. Кругом одни менеджеры до аналитики. Обратим внимание на название фонда «Менеджеры новой эпохи». По-русски это звучит более определенно. Нынешние правители, масоны всегда стремились к управлению массами, к политической и экономической власти. Дуболомность менталитета Ельцина проявилась и в том, что он часто и не скрывал, что он делает и как он идет к цели, а заодно наградил этим орденом генерального секретаря ООН. За что же принимают в кавалеры ордена Петра Великого? Официально объявлено, орден этот вручается за самоотверженный поступок, мужество, отвагу и героизм, совершенные при исполнении воинского, служебного и гражданского долга. Господи, благослови Америку и добавлю к этому и Россию. В 2005 году главный раввин России был награжден орденом Петра Великого первой степени. Президент лично вручил Лазару орден дружбы народов, орден Минина и Пожарского за большой личный вклад в укрепление Российского государства, единение наций и возрождение духовной силы Отечества. А 27 февраля 2008 года, выступая перед своими единомышленниками в Англии, Берл Лазар сказал, цитирую, В Ленинграде, немногим более 50 лет назад, родился мальчик, соседями которого оказалась еврейская семья. Мальчик-сосед был приветливо принят в еврейской семье и с юных лет впитал уважение к еврейскому миру. Там его кормили еврейской пищей, там он видел, как глава семьи читает еврейские книги. Там он оценил по достоинству уважительное отношение друг к другу, членов еврейской семьи. Звали этого человека Владимир Владимирович Путин. Ни один руководитель России или СССР не сделал так много для евреев, как Владимир Путин. Во всех отношениях беспрецедентно. Сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства, евреи, это стало нормой. Цитата окончена. У вас, Рыга, сколько детей? Слава богу, 14, но уже 7 внуков. 14. Мы все должны брать применцу. 14 детей. На словах просили передать. В верхней планке больше нет противостояния. Голубой и красный объединятся. И здесь, друзья мои, самое время вспомнить про войну голубого и красного масонства, Иоанновского и Андреевского. Иоанновская существовала по упрощенной схеме. В нем было всего три степени. Ученик, подмастерье, мастер. Андреевская работала по правильному шотландскому обряду. И степеней в нем было 33. Включая черные, рыцарские. А теперь самое любопытное. Андреевские ложи были русскими. Это были очень консервативные общества, где дворяне с упоением предавались любимому для русской души занятию. Поиску смысла жизни и мечтам о царстве справедливости. В Иоанновских ложах заседали иностранцы, преимущественно немцы. Я не буду вдаваться в особенности их трений. Важен финал. Немцы победили. Религия масонства, а это действительно религия, есть жуткая мешанина из христианства, буддизма, иудаизма. Сюда же добавьте кабалу и алхимию. Особо трепетные могут употреблять слово эклектика. Вот это послевкусие. Мемуары в кулуарах. Эклектика. Легенда о хиране, лежащая в основе масонства, по сути есть кривое зеркало Христово Воскресения. Точно так же являются к могиле посланцы. Но вместо радостной вести «Он воскрес!» уныло констатируют. Плоть отделяется от костей. Нет чуда, нет веры и радости. Плоть отделяется от костей. Это тайное масонское слово, по которому они определяют своих. Торжество голубого масонства над Красным и Оанновского над Андреевским. Пусть масоны меня поправят. Звезда Давида, или гексограмма, заключенная в круг, является одним из высших религиозных символов иллюминатов. Ее называют «Великой печатью Соломона». Она используется в церемониях вызова демонов. Религия иллюминатов – это гремучая смесь франкистского саббатеанства, любавичевского хасидизма и масонского паладизма, то есть поклонения Бафомету. Их цель, которая была провозглашена в манифесте баварских иллюминатов, это построение нового мирового порядка. Саббатеанство – это направление иудаизма, возникшее в 1665 году, после того, как Саббатай Цеви объявил себя мессией. Обратите внимание на год. Он складывается в пресловутые 666. Мы переберемся жить к вам! Готовьте хлеб-соль! А веришь ли ты в теорию заговора так, как видят от нее твои слепые соплеменники? Мы переберемся жить к вам! Готовьте хлеб-соль! Цитата. «Насилие является акушеркой, которая помогает пробиться наружу новому обществу из чрева старого». Цитата окончена. «Карл Маркс. Капитал. 1867 год». Другая цитата. «Русский человек сможет преобразиться только тогда, когда ангелы вышибут прикладами автоматов двери». Цитата окончена. Дмитрий Зочи. 2020 год. Цитата. «Необходимо сделать наши принципы современными, тогда молодые писатели смогут распространять их в обществе и таким образом служить нашей цели». Цитата окончена. Основатель иллюминатов Адам Вейсгаут. «Расстановка шести сил. Красный лев. Желтый дракон. Зеленый конь. Голубая волчица. Синий орел. И наш фиолетовый медведь». Расстановка шести сил от Зодчего есть не что иное, как плагиат шести мировых проектов небополитика Андрея Петровича IX, он же Петр Адольфович Гвоздьков, который, в свою очередь, срисовал это сообщество круглого стола. Итак, шесть проектов по девятому. Первый. План Соломона. Фининтерн евреев. Лондон. «Красный лев». Второй. Великое единение китайцев. Датун. Пекин. «Желтый дракон». Третья. Великая Европа черной аристократии. Ватикан. «Голубая волчица». Четвертая. Новый Вавилон трансгуманизма. Нью-Йорк. «Синий орел». Пятая. Новый халифат мира ислама. Стамбул. Зеленый кони. Шестое. Большая Евразия. Третья орда. Москва. «Средний фиолетового ждет гибель из-за зеленого». «И наш фиолетовый медведь». «Нужно на все смотреть пятнами, без подробностей, иначе ничего не увидишь». Если посмотреть пристально или пятнами, как сказано в фильме, то игра идет на еврейском поле, как ни крути. Хоть и символ гексограммы очень древний, но сейчас он ассоциируется именно с еврейством. «Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник». «Что это?» «Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле». И это чужая и навязанная за кулисой игра, в которую играть нет необходимости. «Время от барабаны войны, визжат революции, и все на этой доске». «Война не начнется, если на нее никто не пойдет». Цитата. «В мистериях было принято называть посвященных фениксами или людьми, которые были рождены вновь. Ибо как физическое рождение дает человеку сознание в физическом мире, так и неофит после девяти ступеней в лоне мистерий рождается в сознании духовного мира». Цитата окончена. «Менли Палмер Холл. Тайны учения всех времен». «Феникс – это один из высших военных и духовных символов и иллюминатов. Орел всегда символично обозначает феникса. Иногда в масонском символизме роль бессмертного феникса играет павлин. Также это может быть голубь. У масонского голубя должно быть ровно 33 пера по числу масонских степеней. Вся масонская символика замешана на калькуляторе и нумерологии. Легендарная птица феникс, например, в раннехристианскую эпоху считалась одним из символов Христа. Феникс, способный восставать из пепла, полюбился древним христианам именно как существо, преодолевающее смерть. Как феникс возрождается из пепла, так и Христос, умерев на кресте, воскрес на третий день. Важность символа птицы феникс в том, что иллюминаты используют множество ритуалов реанимации, когда человека вводят в состояние, близкое к смерти, а затем оживляют. Также есть масонский ритуал посвящения, когда некоторое время братец-кролик лежит в закрытом гробу, наедине со своими мыслями, а потом встает из него. Это и есть образ феникса, восставшего из пепла. Дмитрий Зочий, по всей видимости, тоже штанину закатывал и в гроб укладывался. Простите, проходил обряд посвящения. Людей нужно держать в узде. Много тысяч лет этим занимаются наши халдеи, через структуру власти. Они контролируют все социальные лифты. Без их ведома человек может подняться лишь до определенной карьерной ступеньки. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов. Аналитики и политологи! И огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. После Торы и Талмуда, Бог дал своему избранному народу науку Каббалу. Каббала – тайное мистическое учение иудаизма. Но тайное оно, как говорят сами раввины, не потому что есть что скрывать, а потому что большинство людей могут не понять. Главнейшая книга Каббалы – это книга Зоар или Зогар. Древо Сферот – основная каббалистическая концепция, по аналогии с древом жизни Ясеня Мэгдрасиль в скандинавской мифологии. Сфероты – это атрибуты Бога по счету. Хесет – добро, Гвура – могущество, Тиферет – красота, Ницах – вечность, Ход – сияние, Есот – основа, Малхуд – царство, Хохма – мудрость, Бина – понимание, Идаат – знание. К слову сказать, аббревиатура Хаббат взята по первым буквам трех сефир – Хохма, Бина и Даат. Согласно лурианской каббале, свет, который превратился в сефиры, должен был находиться в неких сосудах. Очевидно, чтобы не смешиваться с пустотой. На самом деле и сосуды были светом, но более сгущенным. Первые три сефиры, имея особую непроявленную природу, оставались стабильными. А вот последующие сосуды, не выдержав напряжения божественного света, лопнули и сломались. Это событие в лурианской каббале называют разрушением сосудов. Часть света рассеялась в пустоте, застряв в хаосе, а часть вернулась назад. Учение лурии очень быстро было принято евреями в самых разных частях света, потому что лурия вывел формулу, по которой части света есть не что иное, как евреи, рассеянные по всему миру. Части света или искры божьи должны снова собраться все вместе, чтобы восстановить целостность. Как только они соберутся, начнется тикун, обратный процесс восстановления сосудов или исправления мира, потерявшего гармонию. Ну вы поняли, да? Искры божьи – это евреи, согласно лурианской каббале. К слову сказать, в лурианской каббале есть такое понятие, как «Заир» или «Зеир» – «Анпин». В глоссарии к лурианской каббале это означает «молодое лицо». Мудрецы же толкуют так, цитата, «Эти два слова не принято ни писать, ни произносить». Вне рамок изучения святых текстов пишут аббревиатуру. Это как проявление во всех мирах недостаточности, нецельности. Цитата окончена. Если совсем просто, то это духовный путь молодого еврея, обретающего целостность. Какой квадрат определяют? Три восемь? Нет, один шесть. Практик 3.8 – третья степень внешнего герметического ордена «Золотой зари» соответствует сефире ход каббалистического древа жизни и стихии воды. Практик обязуется обрести контроль над колебаниями своей сущности, то есть овладеть своим умом и достичь сосредоточенности на единой цели в мыслях, словах и действиях, а также завершить теоретическую подготовку и главным образом изучение каббалы. Просто совпадение, не более. «А не побаловать ли нам себя этим прекрасным вечером? Чем-нибудь запрещен? Пирог с сушеными абрикосами?» «Эйн-сов» переводится как «бесконечное». Каббалистический синоним Бога отражает его мистичность и непознаваемость вне связи с миром. Прочие имена Бога выражают его отношения с сотворенным миром. Символ «Эйн-сов» олицетворяет беспредельность Бога и источник Божьего света. Из словаря масонских терминов «зодческая работа» – масонский труд члена мастерской, посвященный какой-либо проблеме истории, философии, символике масонства и прочее, зачитываемый им на общем собрании мастерской. «Иногда может иметь форму музыкального произведения, картины, другого произведения искусства. Зодческая работа – необходимое условие посвящения в более высокий градус». Цитата окончена. Например, есть мнение, что «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – это Евангелие от Сатаны и его зодческая работа на повышение градуса. «Так вы писатель?» «Я мастер». Вот и фильм «Замысел» от Дмитрия, назвавшего себя «зодчим», по моему мнению, есть не что иное, как зодческая работа. Для образного отождествления деятельности «Донфильма» разработана эмблема киностудии, в своей полной версии включающая знак и буквенную надпись. Знак выполнен в форме круга с центральным элементом в виде треугольника. А в образном видении знак содержит несколько толкований, каждое из которых верно. Первое – стилистическое изображение терриконов на фоне восходящего солнца. Второе – летящая чайка на фоне солнца. Третье – треснувшая с корлупа яйца, как символ рождения нового. Четвертое – стилистическое изображение созвездия Водолея. Пятое – графическое изображение буквы «М». Последние буквы надписи «Донфильм». Несмотря на общепринятое использование в качестве эмблемы первой буквы названия, но по определенным причинам мы используем последнюю. Что это за жидкость? Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять? Нет, не дурак. Читал кое-что. Как все же отрадно видеть перемены в человеке. Вы послали все нахер. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Итак, переходим к самому интересному. Сразу же после сцены с сыном завета идет сцена номер ноль, как сам ее обозначил Дмитрий Зочий, с мелькающими цифрами. Еще четыре года назад было предположение, что это послание на буквице, в которой каждой букве соответствует числовое значение. Наживка была с удовольствием проглочена. Но все забыли, что, к примеру, в иврите тоже есть алфавитная запись числа. Попробуем расшифровать послание с иврита. Еврейская система счисления в качестве цифр использует 22 буквы еврейского алфавита. Каждая буква имеет свое числовое значение – от единицы до 400. Еврейские слова записываются справа налево. Как пояснили носители языка, еврейские слова состоят из согласных букв, обычно трех-четырех, реже двух или пяти. Зочий оставил подсказку в виде пауз между словами. Первое слово переводится с иврита как «правда». Далее вставлен кадр, которого по логике быть тут не должно. Он появляется из ниоткуда и точно так же после исчезает. Но, как мы помним, у Зодчего нет ничего случайного в фильме «Замысел». Этот кадр вставлен намеренно. Зачем? Нужно на все смотреть пятнами, без подробностей, иначе ничего не увидишь. Второе слово «восемь». «Восемь», «тридцать», «шесть», «пять». В одном из вариантов перевода означает «халва», как праздничное или торжественное блюдо. Третье слово «четыреста», «один», «восемьдесят», «семь», «десять». Переводится с иврита как «снимать» и как варианты перевода этого слова «аннулировать», «обнажать». Далее вылетает шестая буква еврейского алфавита «вав». Шестая буква в начале слова может означать соединительный союз «и». Это мы обязательно учтем. А вот с последним, четвертым словом выходит очередная шарада. Если его переводить в том же направлении, как и предыдущие слова «двести», «сорок», «три», «то получается нелепица». А вот если расположить буквы в обратном направлении «три», «сорок», «двести», то получается слово «финальный» и как варианты завершение, окончание, конец, финиш, развязка, истечение, исход. Вот появляется третья шестерка. В итоге читаем задом наперед, ну как обычно, и получаем завершение и обнуление и халва правды. В общем-то, мне теперь предельно ясно, что тут зашифрован на иврите знакомый нам уже лозунг «свержение лжи и торжество правды». А еще, как согласились носители языка, если бы послание было зашифровано не на иврите, то при попытках перевести его с иврита получалось бы абракадабра, но вышло вполне себе складно. Я, конечно, с нетерпением жду ваши варианты в комментариях, но остается открытым вопрос. Зачем таки режиссер оставил это в фильме на иврите? «Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «Зачем?». Только постоянно спрашивая «Зачем?», можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным». Или кому зодчий кричит «Ау!» «А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играемся с мячом». «Ку-куха!» «Ку-кушечка маленькая моя, ты на месте?» «На месте». «Ну и хорошо, она всегда на месте. Начали!» «Ку-ку!» «Сегодня у нас в гостях известный эксперт». «А вот как раз идеи у нас полным-полно, и мы хотели бы их реализовать. У нас идеи более чем достаточно. Главное – телефон для связи». «Ага, прям пирамида?» «Да нет, это у меня ку-кушка. Это окно называется ку-кушка. У меня ку-куха на месте». «Ку-куха!» «Внимательно смотри вокруг и различай. Главное – телефон для связи вот с архитектурным бюро стоит. Самое важное. У аппарата. Наших зрителей волнует. Что же происходит? Чего ждать?» «Когда закончим строительство, мы приступим к съемкам». «Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф». «Главное – телефон для связи. На самом деле нам нужно много чего. Нам нужен лес, нам нужен металл для перекрытия. У меня ку-куха на месте». «Та, старые друзья». «Спасибо. Ку-куха!» «Ты где?» «И цемент нужен, и клей для плитки нужен. Другому моргнул, а третий и сам догадается». «И бытовые всякие мелочи нужны, много чего еще предстоит. Строительство еще идет, и обустройство идет, и реквизит нам нужен. Когда ждать продолжения?» «Да ждите, вы все время ждите». «Как же быть?» «Вот когда мы построим, мы будем снимать». «Науськивание, очковтирательство». «Главное – телефон для связи. У меня ку-куха на месте. Готовится интервью Дмитрия Зачева. На какие-то вопросы он ответит. «Главное – телефон для связи». «Будет сделано! Служу стабильность!» «Да ждите, вы все время ждите». «Видишь вокруг смысла?» «Я не вижу, а они есть». Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии очень интересный человек. Его зовут Иван Лысенко. Очень интересный спикер, только ничего не может рассказать. Писать не умеет. Любит смотреть на новых людей, удивляться. Очень полезная функция. Ну да. Он является исполнительным продюсером киностудии, народной киностудии «Донфильм». Это киностудия, которая, собственно, произвела такой фильм, как «Замысел». «Главное дело и вид, будто мы ничего не хотим». «Ага». «Вот и до Москвы дошел Иван, говорит, 33 года встал, сакральный возраст и пошел». Первое – это киностудия. Это место, где будут сниматься фильмы, где будет создан русский смысловый кинематограф. То есть идет создание русского смыслового кинематографа. «Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф». Кинематограф, он сам по себе является стратегическим инструментом формирования образа будущего. «Так как шел-шел и дошел». Смысл в чем? Перед тем, как выйти, я активно изучал работу мозга. Как, чего, как он устроен, как его развивать. То есть как развивать, как апгрейдить свой компьютер. Но чтобы куда-то двинуться, надо бы увидеть этот образ, куда вообще двигаться. Чтобы что-то изменить, надо понимать, как и куда. Главное – задать направление. «Уверен». «Знаешь, куда идешь?» «Но указатель все». «Вот тоже прут по указателям, не знаю дорог». Единственное, только при помощи визуальных и аудиальных образов. Аудиальных образов. Аудио-визуальных. «С кем приходится работать?» «Понабирают по объявлениям». «Обижаете». Аудио-визуальных образов, да, это можно показать. И вот фильм, он просто предлагает задуматься. «Главное дело – вид, будто мы ничего не хотим». «То есть я замысел смотрел еще в тот момент, когда он вышел. Вот прям он вышел и я его посмотрел. Ну как-то, ну посмотрел и посмотрел. А это мы сели вдвоем и начали смотреть. Смотреть начали внимательно. И тут пошло. То есть прям люк открылся. Мы прям по стоп-кадрам останавливали, начинали обсуждать что-то как-то и дошли до сцены про силы. И вот здесь и щелкнуло». На мой взгляд, как воспринял его в свое время я, это некое пособие, которое позволяет обрести, ну скажем так, гибкость мышления. Обладая гибким мышлением, людям станет проще договариваться и, ну, что-то делать вместе. «То есть вот придумайте, какое вы можете делать дело в общем потоке и начинайте его делать. И я вас уверяю, вы найдете и отклик, и поддержку, и соратников». Вот помните, как в детстве, выходишь во двор, в соседний, а там все новое и счастлив, радуешься, изучаешь. «Да в первую очередь человеку надо вообще понять, что он от этой жизни хочет». «По роду деятельности сейчас приходится бывать в разных городах, с большим количеством людей и общаться». Основная моя задача – это помочь достроить киностудию. В этом фундаментальный принцип, что каждый сам должен разобраться, что он вообще хочет, понять, что он может, и начать просто делать. Есть вот несколько составляющих. Это популяризация самого факта строительства киностудии. второе – это я рассказываю, почему важно именно создание кинематографа. И третье – это нужны финансовые средства, либо какие-то там, ну не знаю, материалы, что-то. «Разве у тебя, кроме желания хорошо пожить, еще что имеется?» «Мое дело, я лишь иду для того, чтобы уведомить, что происходит ряд процессов». «Ну так или иначе, прилетит, не прилетит, зайдет в СВО, не зайдет в СВО, но надо строить». Вот само-само начало специальной военной операции это была некая необходимость, ну потому что было бы еще хуже, чем есть сейчас. Как известно, война, она отрезвляет. «Война – нормальное состояние мира. Привыкнешь?» Ну это некая необходимость. «Будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется». А война, она отрезвит, она приведет людей вот в человеческий вид. «А лечится свинине только войной». У нас появится интерес к тому, что происходит не только в моей жизни, в моей семье, но и то, что происходит у соседа. «Когда она приходит, все расцветает. Живо вспоминаем, кто мы и зачем. И снова начинаем слышать волю неба». А война, она отрезвляет. Вы знаете, на мой взгляд, когда люди, особенно обеспеченные, которые владеют финансами какими-то, когда они поймут всю важность того, что происходит, я думаю, они примут просто участие на добровольной основе. «Понабирает по объявлениям. Всему учить нужно». У меня есть одно правило, что я понимаю, правил нет. Я играю просто. Иду и я импровизирую всегда. Я встречаюсь с разными удивительными людьми, с очень крутыми прям ребятами, которые занимаются в разных сферах. «Да талантливый соглядатый, но все же просто соглядатый». По ходу этого дела, я же собираю эти знакомства, контакты, и я по ходу своего движения эти контакты просто друг другу о людях, людям рассказываю, передаю им контакты друг к другу. «Вот и наблюдай и понимай, о чем они там ведут». Каждый может выбрать свою роль и начать просто играть в этой жизни. Мы в театре живем. «Вот, пожалуйста, туда можешь пойти, сюда можешь пойти». Я выбрал вот себе такую роль. Я взял это поле и пошел. То есть оттуда тоже люди, я думаю, они направят эти средства на киностудию. Вот сейчас, при полном финансировании, вот от текущего момента, 4-6 месяцев студия будет достроена. Уже лично мне фишки не нужны. Мне сама по себе настольная игра и правила к ней ну неинтересны. Главное донести вот всю важность и полезность того, что это будет. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. Какое мировоззрение ему приемлемо, неприемлемо? Потому что режиссер это прежде всего мировоззрение. Если режиссера нет позиции, это ремесленник. Вот он мы спляшем и станцуем. Что скажет ему продюсер, то он и будет делать. Ну, это ремесленник. Таких не ценят, на самом деле. Режиссер это свой собственный стиль и собственное мировоззрение, которое пытается выразить в кино то, что делает сейчас Дмитрий Зодчий. потому что это дело общее и это дело важное. Главное дело и вид, будто мы ничего не хотим. Идешь? А стоит ли? Оно того стоит. А о последствиях задумывался? Может вернуться пока не поздно? СБУ задержала лидера краматорских боевиков по кличке Псих. В Харькове сотрудники СБУ во время попытки выезда в Россию задержали одного из руководителей сепаратистов в Краматорске Ивана Лысенко известного под прозвищем Псих который организовал и вооружил группу из 40 боевиков для дестабилизации ситуации в городе. Задержанный признал, что подчинялся назначенному гражданинам Гиркиным прозвище Стрелок так называемым военному коменданту Краматорска в прозвище Терец который прибыл с территории Крым в ведомстве сообщили что в составе террористической группы Лысенко терроризировал местное население активно участвовал в диверсионных актах на территории Донецкой области в частности в середине апреля Лысенко с другими боевиками пытался захватить военный аэродром Краматорска а также участвовал в разработке и организации захватов военных частей расположенных в Донецке в СБУ также установили что 23 апреля 2014 года группировка психа штурмовала в Краматорске райгосадминистрацию применяя огнестрельное оружие против людей которые охраняли здания кроме этого злоумышленник вместе с другими наемниками выполнял поручение Гиркина по похищению людей в частности он причастен к насильственному захвату директора троллейбусного депо Краматорска местонахождение которого на момент написания статьи неизвестно у злоумышленника изъяты боеприпасы и флеш носитель с информацией о проукраинских активистов из Донбасса повторяю сообщение от 28 мая 2014 года а Иван Лысенко это так называемый продюсер Донфильм он же лютый он же псих это и есть фиолетовый медведь вот мы и есть фиолетовый медведь хотя не ты первый не ты последний ноябрит эх ноябрит старый волк промахнулся агент промахнулся агент промахнулся агент просто делайте принцип в том чтобы начать делать не не в начале теория а потом практика а я пошел от обратного я начал что-то делать и теперь у меня под это дело уже сформирована какая-то теория то есть я уже могу хоть как-то объяснить то что я делаю и зачем и все же он великий путь скажите как его зовут в тридевятом царстве в трижды тридцать третьем государстве во времена то ли неслыханные то ли невиданные то ли конца концов то ли начало начал жил да был то ли один то ли один то ли мудрец то ли купец то ли загоренко то ли загоренко и был то странный человек то ли греком то ли хазаром то ли приемным сыном цыганского барона то ли адептом всех тайных учений сразу а может быть и так что был он космическим засланцем случайно выпавшим из люка пролетающего над землей корабля предвижу ваши обвинения в излишнем ерничестве и шутовстве но не торопитесь с выводами друзья ведь не тот шут кто смеется а тот кто в шутовской колпак наряжается а без смеха даже и не знаю как поведать все то о чем пойдет сегодня речь так же как и без слез поэтому хотите смейтесь хотите плачьте а я начинаю итак встречайте Дмитрий Загоренко он же Дмитрий Загоренко он же Напильник он же Зочи он же Зга он же Дмитрий Харцизский он же Игорь Рылеев он же Сергей Трегубов он же Дмитрий Купцов он же Даниэль Танай мальчик похищенный цыганами он же строитель невиданного небывалого он же проектировщик будущего на всем русском пространстве круто не то слово Георгий Иванович он же Гога он же Гоша он же Юрий он же Гора он же Жора здесь проживает здесь только Георгий Иванович проходить для начала напомню что режиссер Зочи так и не дал никому ни одного официального интервью при этом он периодически их имитировал выдавая за интервью то что ни по формату ни по сути таковым не являлось скорее это был вброс в инфополе тщательно подготовленного текста а также театральное действие согласно составленного заранее сценария так появились на свет материалы никогда не случавшегося в реальности интервью с Дмитрием Зочи в пещере взятым у него мифическим донецким корреспондентом Трегубовым текст пресловутого интервью с Трегубовым от начала и до конца является декларацией о намерениях и частично оккультным шифром если взглянуть на этот текст именно как на декларацию и помнить при этом что все вопросы и ответы в псевдоинтервью были написаны одной и той же рукой то все сразу встанет на свои места яркие реквизиты в этом литературном спектакле это фиолетовый москвич пещера стол в пещере и трубы электростанции в Зугрес фиолетовый москвич это сразу три намека на цвет русского медведя как игрока в большой игре и наш фиолетовый медведь представляющего Россию и ее столицу а также намек на всю территорию бывшего СССР где автомобиль выпускался когда-то и пользовался спросом пещера в которой состоялась встреча Стрегубова с Зочем вам тоже показалось что это настолько абсурдно тащить журналиста через степные буераки и привести внутрь каменного грота чтобы озвучить что-то что к этому месту вообще отношения не имеет или все-таки имеет и природные камни и грот и есть главный реквизит этого спектакля напомню степь куда отправились журналист и его проводник на москвиче это пространство которое у нас русских на уровне подсознания ассоциируется с волей и привольем вольная степь так мы ее называем а пещера грот это естественное каменное образование совмещаем слова вольные и камень и получаем словосочетание вольные каменщики кстати масоны всегда изображают обычных людей или профанов то есть не посвященных а в виде природных необработанных камней ну вот такие уж мы с вами не отесаны по их мнению итак грот это камень обработанный естественным образом цитата из интервью это не пещера а естественное каменное образование сооруженное настоящими строителями водой и ветром слово строитель строители встречается в интервью несколько раз на протяжении всего интервью зодчий активно противопоставляет строителей тем кого называют наши люди цитата у нас везде красиво где наш человек не влез и ничего не построил наш это чей наш это который думает и говорит на русском тот который всюду строит руины цитата окончена а теперь внимание вишенка во французском итальянском языке слово гротеск означает причудливый при этом итальянское слово гротеск произошло от гротта что переводится как грот или пещера сам же гротеск в искусстве это жанр и такой формат подачи материала где через преувеличение и театральность идет смешение всего со всем комедии с трагедией правды с вымыслом абсурда с логикой фанта фанта с реальными событиями в общем насмешливый извительный гротеск вот что из себя представляет интервью в пещере которого на самом деле не было чего стоит один только стол в пещере ну сами представьте это зрелище разве не абсурдно не смешно кстати стол обязательный предмет масонских заседаний и по этой именно причине он присутствует в повествовании зодчего это символ важности и значимости всего что зодчий огласит за этим столом именно огласит а не скажет ведь намерение не проговаривают а оглашают к слову сказать еще до появления фильма замысел на youtube в открытом доступе в сообществе Донфильм ВКонтакте была опубликована статья от 25 июля 2019 года с анонсом к фильму цитирую но сами они считают что их кино ни на что не похоже даже затруднялись определить его жанр в конце концов решили назвать трагедией гротеском когда мы обсуждали наше кино в своем кругу то сошлись во мнении что оно перекликается разве что с фильмами Тарковского но у него все происходит медленно а тут сюжет довольно динамичный сказал в интервью газете Донецк вечерний Игорь Рылеев помощник режиссера и сценариста цитата окончена да уж сам себя к Тарковскому приравнял архитектор небывалого вот только не существует никакого помощника режиссера Игоря Рылеева это одна из масок Дмитрия Зодчего а это кадры из клипа со страницы ВКонтакте Игоря Рылеева и вероятнее всего созданного им самим то есть Дмитрием Зодчим я пытался найти автора сего творчества но тщетно ютуб не выдает чьи-либо авторские права ни на музыку ни на видео обратите свое внимание на эту инфернально сатанинскую клюку и а а и в а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 цитирую люди в особенности интеллектуалы полагают что существуют какие-то горизонты планирования что будущее неизвестно скрыто в тумане формируется случайным образом для них скрыто для других открыто цитата окончена вот почему журналист почти не видит удаляющегося зодчего у них кардинально разные пути зодчий идет в сторону горизонта символизирующего будущее оно доступно и очевидно для него более того он жаждет его и ассоциирует себя с ним в отличие от корреспондента и нас с вами не понимающих о чем идет речь вы же помните как начиналось интервью это мы с вами сидим старым разбитым застрявшим во времени фиолетовом москвиче наши люди в булочную на такси не ездят а кто же тогда зодчи если он по другую сторону игрового поля цитирую русский человек сможет преобразиться только тогда когда ангелы вышибут прикладами автоматов двери то есть вы проектируете войны и катастрофы нет этим занимаются другие мои задачи планирование строительства нового на руинах старого а также выявление и подготовка тех кто будет строить цитата окончена завершается интервью не менее эпично возвращаясь на попутках три губов видит ориентир трубы электростанции зугрес расположены в харцизском городском округе казалось бы к чему эти лишние детали ведь интервью уже окончено но зодчего нет лишних деталей посмотрите внимательно на эти трубы впечатляет правда прямая хины булаз кстати один из аккаунтов и псевдонимов дмитрия зодчего в сети это дмитрий харцизский в этом гротескном и запредельно откровенном интервью зочи неоднократно подчеркивают что он то как раз настоящий строитель цитирую я хотел встретиться чтобы поговорить о вашей постройки а фильм замысел и художественный фильм также можно считать постройкой только интеллектуальной духовной тем более что эта постройка претенциозная фильм позиционируется как первый художественный фильм донбасса три раза подряд употреблено слова постройка применительно к фильму что считается грубо стилистическая ошибка и корявостью именуемой тавтологии но это не ошибка это намеренное усиление выделения значимого слова и информации которая она в себе несет причем в интервью эти фразы произносит три губов что символически означает что они произнесены уже даже не три а целых девять раз так вообще-то работает нейролингвистическое программирование или попросту ментальная ловушка значимая фраза или слово должны буквально въесться в сознание записаться на подкорку в виде программы зацепиться и остаться в памяти представляете какое значение имеет для зодчего это постройка складывается ощущение что речь идет как минимум о строительстве некой святыни и храма они провинциальной киностудии прямо мосфильм посреди степи и разрухи должен видимо вырасти цитирую дальше у нас никому никогда дела до фильмов не было даже прожорливый футболист имея горы денег не сподобился что-либо предпринять в этом направлении пришлось решиться самому строить донецкий кинематограф цитата окончена напрашивается вопрос о ком это он так фамильярно футболист с горами денег не посчитавший нужным отстегнуть несколько десятков лямов на донбасское кино между прочим пакет с гуманитарной помощью в фильме это точная копия пакета от благотворительного фонда футболиста рената ахметова но очевидно что зодчи ведет себя так словно давно на коротке с теми у кого в карманах денег горы и для кого также как и для зодчего нет тайн относительно будущего донбасса цитирую вы сейчас говорите о будущем донбасса нет конечно донбасс это часть русского пространства передовая но все же часть речь даже не о россии как стране и тем более не российской федерации как государстве коему жить осталось недолго речь именно о русском пространстве и проекте который будет построен на его просторах и вместо уродливых руин российской федерации о еще у я русский другая цитата далее мой собеседник попросил меня выключить диктофон после чего стал рассказывать о будущем причем с подробностями которые включали в себя даже меню в бесплатных столовых цитата окончена но большинство то живет умом и животом уже на второй день после октябрьской революции ленин издал декрет об организации предприятий общественного питания все трактиры кабаки и рестораны из частной собственности перешли в государственную а в 1920 году когда на просторах страны свирепствовал голод для рабочих и служащих пришлось создать сеть бесплатных столовых ничего не меняется так кто же ты такой мастер зодчий чьих вы как говорится будете мне вот например очень интересно как из маленьких мальчиков вырастают такие большие талантливые режиссеры а главное каким фантастическим образом они потом становятся проектировщиками будущего для всех остальных людей то есть нас с вами точно таким же гротеском и шифром оказался и вброс зодчего о мальчике танае завуалированный под пост некоего патрушева в vk если помните из моего предыдущего рассказа цыгане переименовали украденного даниэля тана я в дмитрия купцова я уже рассказывал вам как слово купец проявилась в еврейской фамилии кауфман фамилия отца советского документального кино дзиги вертова но есть еще интересные подробности этой пикантной истории напоминаю тана из это древнегреческое название реки дон у самого устья реки тана из в древности был расположен так называемый античный эмпорий с названием тана из эмпорий в переводе с древнегреческого это торговец или купец то есть эмпорий тана из был местом где пересекались торговые пути и где торговцы обменивались товаром и деньгами с купцами таким образом фамилия тана и абсолютно тождественна по смыслу фамилии купцов кстати тана это еще и легендарный царь скифов так что наш сочинитель ценит себя и свои выдумки весьма высоко что касается имени даниэль то это еврейское имя библейского пророка в переводе означающие бог мой судья напомню также что тана из это устье или дельта дона два рукава реки образует здесь своеобразный треугольник а лучезарная дельта в свою очередь это высший символ среди посвященных что же заставляет зодчего составлять подобные шифры и послания не утоленная тщеславие скука в ожидании небывалого невинная шалость в расчете на полное отсутствие ума у профанов ну так зря зря эта история наоборот показала что это место в устье дона чем-то дорого дмитрию даниэлью видимо душевно близки ему эти исторически сложившиеся торговые пути и действительно вскоре выяснилось что загоринка и впрямь имеет греческие корни как знать может происходит от того самого царя тана я а может корни не только греческие для чего-то же назвал он свой прототип даниэлем более того в своих фантазиях зодчий отправил безутешных биологических родителей мальчика на пмж в обетованную и везде мы видим один и тот же почерк мастера яркий реквизит отвлекающий внимание зрители от чего-то гораздо более важного зашифрованная оккультная символика и персонаж как бы случайно включающий дурачка идиот если палец показывает на небо глупо смотреть на палец идиот да нет глупо смотреть туда куда указывает палец если не знаешь кому он принадлежит кто вы мистер зодчи скажите как вас зовут на самом деле человек загадка так кажется вы себя обозначили в своем пещерном интервью цитата я субботний водолей с тремя девятками в квадрате невозможная моя стихия специализация естественная среда обитания чем сложнее важнее и невозможный проект тем интереснее браться за его исполнение цитата окончена вот так не больше и не меньше складывается впечатление что перед нами кто-то из великих султан по меньшей мере или как минимум греческий царь тайной а здесь он царь очень приятно царь очень приятно царь очень приятно здравствуйте царь очень приятно три девятки в квадрате пифагора показатель чрезмерно идеалистического мировоззрения которое с точки зрения нумерологии должно создавать определенные проблемы человеку с такой психоматрицы по сути это зануда и демагог с ним невозможно советоваться его оценки явления окружающего мира редко отличаются реалистичностью что не может не сказываться на адекватности его действий человека с показателем три девятки в квадрате пифагора нужно постоянно оберегать от него самого у него идеалистические взгляды сложное чувство ответственности за всех и непомерное честолюбие я была назвал как-то дмитрия по инерции загоренко и был неправ оказывается он и тут звучит иначе не как все загоренко от слова гора или гор морою но выяснилось что гор как мифологический персонаж ему не близок царь ближе и все-таки хотелось бы понять как из обычного донецкого мальчишки вырос таки строитель невиданного и небывалого в детстве я был кем-то вроде бундеркинда в три года хорошо читал и писал читал все подряд рядом была хорошая шахтная библиотека я был чуть ли не единственным постоянным посетителем в возрасте пяти или шести лет у меня была персональная выставка лепил из глины статуэтки животных кстати выставка была на месте где сейчас находится здание дон фильм одно из известных имен уже взрослого дмитрия загоренко напильник у вас тоже прошел холодок по коже но история с кличкой напильник на самом деле довольно безобидная однажды в школе уже не даниэль а дмитрий уже не тонай и не купцов но еще не зодчий попробовал играть на гитаре напильником шутка что называется удалось позднее уже будучи известным в донецких степях музыкантом загоренко будет извлекать из гитары необычный интересный звук среди панк-рок музыкантов даже появится словосочетание скрипичные соляки напильника и опять возникает какой-то диссонанс утонченное детство мальчика ботаника чем-то похожего на сгу из фильма библиотека пыльные фолианты довольно красивые художественные работы первая выставка и вдруг бунт а социальное поведение гитара напильник как-то не вяжется одно с другим в новой школе я само собой не учился проводил время в школьной кочегарке с гитарой в обществе лихих друзей хмельных подруг там царил дух бунта постоянные драки диверсии против учителей битье школьных стекол забрасывание кирпичами участкового и тому подобное веселое хулиганство мне нравилось в общем катился катился на пильник со своей гитарой по кривой донецкой дорожки и стал довольно неплохим музыкантом участником группы день трифидов трифиды если кто не знает это такие вымышленные растения монстры передвигающиеся на трех ногах корнях опять три то трифиды то три губовые везде и всюду тройки 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 кто и когда свернул этому парню мозги на бекрень боюсь ответа на этот вопрос мы так и не узнаем а жаль это ключевой вопрос день трифидов запомнился тем что исполнил легендарный гимн донбассу получит ветер флаг и перемен донбасс готов врага земли свести он как боец поднимется с колен чтоб за горинка играл на гитаре и пел вместе с остальными участниками группы творчество группы день трифидов довольно интересная история переросшая в совместную работу дмитрия зодчего и салима салкина над сценарием фильма замысел но в какой-то момент что-то серьезно разладилась между старыми друзьями не будет уже уже не свои мы не зря в топах и мерзли и нам нечего терять попасть в подарки в баках великих бухов поздравлять с перечисликом расскажем что сюда не надо приходить сейчас немного перекурим и дадим им прикурим и учим по истории позабыл придумали не знал ни числа что русским невозможно победить за невыученные уроки и за парня за кого за одного и за другого за кеда мы ответка будет вам ответка будет дискотека а вам ответка только сходим и разведку будет вам и белка будет и свисток желающий мстить должен рыть две могилы тому кому мстишь и себе есть вообще-то женщина нехорошая с ней лучше не связываться какие еще серьезные проекты Дмитрия Загоренко можно вспомнить пожалуй выпуск денежного каталога и работа над созданием дизайн макетов денежных купюр для Новороссии по словам самого Загоренко цитирую на мне была полностью производственная часть я обязался отрисовать макеты подготовить их к печати и проконтролировать на производстве а концепция была не моя идея была других людей там Данилов был рупором ну ты его в пастухи поставил конечно редчайший лжец и жулик мы друг друга не очень жаловали меня интересовала во всем этом практическая составляющая во-первых на Донбассе действительно тяжелая ситуация была с деньгами во-вторых это шикарная возможность сделать что-то вне доллара какая была идея у Даниловых и зачем затеяли могу только догадываться ситуативные союзники цитата окончена а теперь вернемся на четыре года назад цитирую скажи тезка по какому принципу в фильме ты подбирал говорящие головы пастухов на экраны телевизоров если честно мне это не дает покоя это я спрашиваю у Димы зодчего четыре года назад вечер добрый Дмитрий да не то что прям по принципу скорее из мелькавших для меня в то время мелькали б другие были б другие но и этих достаточно для создания образа а через четыре года зодчий размещает Данилова среди пастухов вполне себе осознанно как сам об этом сказал так мало того он еще ранее озвучивает в комментарии следующее цитата начинается и да я предельно точно отдаю отчет о каждом слове и звуке фильма лето 2021 год почему Дмитрий зодчий не разместил в своем фильме на мониторы среди пастухов к примеру Девятого все встает на свои места после прочтения мнения Дмитрия Зодчего об Андрея Девятове Девятов очень прикольный харизматичный персонаж разумнейший человек к сожалению времени нет его смотреть хотя только с удовольствием бы смотрел цитата из статьи на официальном сайте Андрея Петровича Девятого цитата начинается по ролям опознавания свой-чужой между лицами принимающими важные решения в Москве и Пекине стало бы согласование производства совместного художественного фильма про легендарных разведчиков Коминтерна периода Второй мировой войны Рихарда Зорге и Янь Боахана дабы избежать противодействия красной линии в кино со стороны либералов в правительственных кругах Новой России съемку фильма о разведке Коминтерна следует наполнить духом Донбасса Питаемого подвигом краснодонских малогвардейцев в Великой Отечественной войне советского народа с германским нацизмом Ныне речь идет о загоризонтном охвате перспективы культурным кодом Орды Вождь Отец Народ Войско Круговая Порука Создание фильма целесообразно поручить Донецкой народной киностудии Дон Фильм Руководство студии предлагает по фильму связать две истории одного временного периода про разведчиков в тылу врага исполнил Андрей Девятов цитата окончена и так каждая говорящая голова на мониторе в фильме замысел поставлена туда осознанно никаких случайно мелькавших там нет цитата поставил бы Дмитрий Зочи себя среди пастухов на мониторах в фильме замысел а Зочи отвечает нет конечно я ж вроде никого не спасаю и в экране не мелькаю никого не гипнотизирую улыбками и приятными речами и за хитро и код прохоз но ведь я не так ты прост не даром во мне поют все знают что меня отзовут интерес Загоренка к деньгам не случайен он известный в донецке коллекционер и составитель справочника банкнот причем довольно хорошего справочника по мнению таких же как он коллекционеров и в полночи ваши денежки заройте в землю где и все-таки в этой истории не хватает какого-то очень существенного звена цитирую кстати в замысле внимательный глаз найдет символьные атрибуты будущей державы флаг герб лозунг цитата окончена откуда например новоиспеченному режиссеру пусть даже самого мистического толка знать сигнальную дату битвы конца и то какими будут герб и флагу будущей державы причем напоминаю зодчик говорит даже не о России а обо всем русском пространстве целиком и сразу чтобы это не значило могу только предполагать что он имеет в виду территории бывшего СССР цитата а что если люди не примут ваш проект будущего а у них никто спрашивать не будет мы ничего не предлагаем а лишь уведомляем цитата окончена в общем к этому добавить мне уже практически и нечего пусть каждый сделает свои собственные выводы судя по тому что почти все актеры из фильма замысел некогда на голом энтузиазме помогавшие зодчему ушли из проекта и с Дмитрием не общаются дела на студии не так хороши как декларируются ну и где теперь все они Салим Салкин сыгравший роль свое Анатолий Глазунов сыгравший роль узника Павел Великодный сыгравший роль Архала где весь этот коллектив энтузиастов без которых бы у Дмитрия Загоренка ничего бы не вышло были демоны мы этого не отрицаем но они самоликвидировались так что прошу эту глупую панику прекратить народная киностудия так и не стала по-настоящему народной и вот уже год как она превратилась в платный клуб почитателей талантов зодчего во многом спаду интереса способствовало откровенное хамское и высокомерное отношение студийной элитки к тем кто искренне интересовался их начинанием в том числе и к тем кто помогал вполне конкретными деньгами из чего складывается впечатление что народные взносы вовсе не не самоцель этого проекта а не скорее отвлекающий маневр и легенда прикрытия от истинных целей этой постройки не прячьте ваши денежки по банкам и углам по поводу уже самого зодчего очевидно одно он очень любит деньги пожалуй даже больше всего на свете одним словом купец он и есть купец так что как и в сказке про буратино все дело в ключике из желтого металла нужно сказать о том что такое русский народ и кто такие русские это чрезвычайно важно русские это не этнос не национальность как вдалбливали еще с советских времен русский слышь баклажан у вас в европе все таки умные я русский вот только не надо гнать русский это тот кто думает на русском и говорит на русском все это единственный критерий да что ты черт побери такое несешь совершенно не важна кровь нет российского языка есть русский язык так теперь давайте с эфиопским футболистом я русский в эфиопии никогда не был нам то не гони за километр видно что ты людоедом был русский это не кровь в венах как полагают товарищи националисты поэтому и пушкин великий русский поэт его кровь давно высохла а результат творчества остался замечательно поразительно гениально слушайте я не узнаю вас в гриме кто вы такой значит мы должны опираться на то что у нас есть и было мы должны опираться на русский народ который тоже это сложно составляющее понятие русский народ вы сказали русские русские а другие русские не было до 9 века практически никаких русских он складывался постепенно из многих этносов прежде славянских но не только это у вас в эфиопии если потяжелее сразу миномет берут я русский русский он из украфинских из других и так далее а у нас на юге значит в каганате там всех евреями называли они вообще этнически евреи или нет есть мнение что евреи разъехались значит по 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 территории европы так это совсем не не библейские евреи из этого самого от синая а это этнические люди не имевшие никогда никакого отношения к еврейству они просто исповедовали иудаизм в каганате который находился на берегах азовского и черного морей это тоже наш этнос который который русский народ все это впитал в себя это естественное развитие помешать которому невозможно и не нужно еще раз это важнейшая вещь это фундамент русскость не имеет границ русские это те кто думают и говорят на русском языке те кто формирует вокруг себя русское пространство русский мир а мы тут ни при чем а мы тут ни при чем совсем не понимаем не знаем что почем а мы тут ни при чем а мы тут ни при чем танцуем веселимся и двигаем плечом мы русские не обманываем друг друга на насела получают получают получаете лучше ваших получат баллада о дне и фильме у себя не знаю тихо у него у себя заметили как дождь в лесу за ним грибная стая вот так же и картины от донфильма прирастают куда уж там Ивану говорящему по-русски он думать разучился да и мыслит слишком узко другое дело борхис фантазирует шифрует а ванька вуз не чесанный свой нифига не дует а зодчий то великий он картины ночью пишет и там под лампой синей он голос свыше слышит да винчи леонардо левитирует в сторонке и думает едет копать вот сплющила мальчонку ведь даже он вознесшийся под око абсолюта такие абрикосы не прикурива покуда откуда шумальчонки из донецкого когала подобные сюжеты эх милейшего пробрала а рядом королевишна в сиреневом и белом художнику любимому помочь готова делом и если нужно пыль сдувать осевшую на кисти или патроны подавать и неугодных чистить эпоха возрождения уже не за горами сюжетом позавидуют харука мураками сплошная там страна чудес без тормозов и света там человек почти мертвец и ждет во снах ответов главенствуют там призраки картина и лениво а гений наш не признанный он любит жить красиво он днем мешает в тазике не краску а белила обои клеит с глазиком монтирует перила фонтан в саду с ротондаю соорудит стреножит и в колокольне темную историю продолжит о том как реформировать все русское пространство и как осточертевшее испепелить славянство о том что кончилось оно наследие Ивана что замысел стучит в окно под ликом Иоанна что кабала наш лучший друг а мама тьма лихая и пусть умрут хоть все вокруг проблема в том какая он мастер в общем то крутой в том чтоб кукуху сдвинуть но я скажу греби тудой со всей своей мекиной какие к черту градусы и фартушки угольники мы не алисы в сказочки тем более не кролики шуруй в пустыню партизан фонарь тебе вдогонку подсматривай там иногда в замочную заслонку медведю фиолетово до ваших ренессансов придумает как дальше жить без сказочных засранцев поле чудес в стране дураков сперва я дерзнул назвать этот обзор Евангелие от зодчего почему именно так полагаю что вы уже догадались но ближе к завершению я понял что и так слишком много чести данному персонажу несмотря на все то о чем я вам поведал в этом кино романе я выношу свою благодарность Дмитрию зодчему за университет в котором мне пришлось пройти обучение за эти почти четыре года после моего первого знакомства с фильмом замысел Вадиму Шигалову за его аналитический склад ума за объективный взгляд на весь этот оккультно-каббалистический бред в котором мы живем и за исследовательскую деятельность на протяжении десятков лет которую он передает в своих книгах и роликах Кыштымскому карлику за ссылки на древние книги под его роликами из которых он черпает свои знания ставшие теперь отчасти и моими тоже Ташкентскому лешему за суровый профессионализм в наладке коммуникативных связей и за братскую теплоту Морской волне за гармонию аккордов, рифм и цифр во вселенском мироздании за обостренное чувство ответственности о будущем человечества и за бессонные ночи потраченные на поиски необходимой полезной информации А также моя особая благодарность всем свидетелям мотохаризма за то, что они есть у меня, а я у них И как гласит всенародная русская мудрость Кто маятник раскачал, тому его и останавливать И именно поэтому все последующие телодвижения с этим замыслом и с его продолжением будут уже без моего скромного участия и внимания, которого я уделил сполна этому мутному проекту Засим позвольте откланяться И да пребудет с нами мудрость прошлых воплощений Всех обнял! Субтитры создавал DimaTorzok